Субтитры создавал DimaTorzok Что слышно? Трансляция. Кликер у тебя? Нет? А есть кликер? Ладно, мы сегодня, как обычно, в домашней атмосфере. Привет ребятам, которые нас сидят, слушают. Мы для вас чуть-чуть переделали чат, можете там общаться, знакомиться, переписываться, приглашать друг друга на свидание, жениться и так далее. Ладно, сегодня у нас такая немножко экспериментальная лекция, причем с нашим же студентом, с Максимом Белоусовым. Это человек, который там 7 лет или около того занимается интернет-маркетингом. Вот, это человек, который умеет улетать куда-нибудь на Шри-Ланку и оттуда зарабатывать деньги. В общем, зарабатывать деньги, путешествуя. Я относительно всех этих вещей был всегда большим скептиком, потому что я думаю, что чтобы зарабатывать деньги, нужно пахать день и ночь. А Максим говорит, нет, можно отдыхать где-то на островах и в легкую генерить кэш. Есть такое. Ну и, собственно, мы с ним долго-долго на эту тему спорили. Вместе тут съездили во Вьетнам, в Вьетнаме очень много пообщались. Вот, и решили устроить большой эксперимент на эту тему, проверить, прав ли Максим и реально можно ли достаточно быстро зарабатывать большие деньги, при этом, как это называется, работая 4 часа в неделю, да? Как в знаменитой книге Тима Ферриса. Вот, поэтому сегодня я даю слово Максиму. Его задача за эту лекцию убедить меня в том, что это возможно, несмотря на то, что мы вместе с ним готовили контент. Вот, моя задача задавать ему провокационные вопросы. И вы тоже можете задавать ему провокационные вопросы. Я буду только рад, если мы сейчас выведем Максима на чистую воду. Ладно, я шучу. На самом деле у него много кейсов. Вот, прошу любить жаловать Максим Белоусов. Всем привет, спасибо. Так, смотрите, у меня есть буквально 55 минут, чтобы рассказать про то, что я хочу вам рассказать, то, что вы хотите услышать, то есть про увеличение прибыли в 10 раз, про бизнес на пляже. Это все реально, это все возможно. По мере того, как буду рассказывать, буду стараться переключаться на более, так сказать, ну, отталкиваться от того, что у нас здесь происходит. То есть, естественно, у нас должна быть дискуссия с вами, чтобы было интересно мне, чтобы интересно было вам и регионам, которые нас смотрят. Так, мне лучше смотреть туда, куда? Окей. Регионам привет. Меня зовут Макс Белоусов, а я с меня представил. Можете меня найти в интернете, если нужно будет, и задать какие-то вопросы. Итак, начинаем. Да, буду пользоваться, чтобы не забыть, у меня память короткая, там какие-то комментарии я себе там написал. Итак, взлом матрицы бизнеса и как тебе заработать денег, путешествия по миру. Сейчас век технологий, век быстрых решений. То есть, люди что сейчас хотят? Они хотят получить быстро какую-то модель, завтра же ее запустить, послезавтра уже заработать денег. Правильно? То есть, мало кто из вас хочет, не знаю, там работать 2-3 года на какой-то проект, неизвестно, выстрелит, не выстрелит. Хочется денег прямо здесь, сейчас посмотреть, пощупать их, купить себе машину, съездить там, не знаю, с девушкой в Китай, куда-нибудь там. Правильно? Вот девушка улыбнулась, хочет в Китай на нас ехать. Вот, значит, бизнес нового поколения, как это называется, или лайфстайл-бизнес. Некоторые называют это инфобизнес. Люди не любят инфобизнес, потому что сразу ассоциации с некоторыми личностями, которые там учат, как заработать миллион за один час. Это то, но немного не то, так скажем. Почему? Потому что здесь реальные формулы. То есть, первое, это автоматический поток клиентов. То есть, у кого здесь присутствующих есть готовый бизнес, то есть, вот работающий прям бизнес. Поднимите руку. У всех, ну, практически там, у половины есть бизнес. Соответственно, то, кто не поднял, а не хотят запустить бизнес, правильно? Вы хотите запустить бизнес. То есть, сегодня уже уехать на пляж и работать, правильно? Итак, увеличение прибыли в 10 раз. Как это сделать? Есть очень простая, на самом деле, понятная всем формула. Она доступна. Следующее. Разработка пассивного дохода. Автоматическая воронка продаж, которая подойдет для 90% бизнесов. Кто-нибудь слышал про автоматическую воронку продаж? Если кто-нибудь слышал, поднимите, пожалуйста, руку вверх. Отлично. Люди слышали. Идем дальше. Значит, проблема большинства убыточных проектов состоит не в том, какие продукты продаются, а в какой последовательности они продаются. Что здесь имеется в виду? У вас есть какой-то главный продукт. Например, какая-то ваша услуга. Если вы по старинке, как называется, продажи в лоб, гоните на лендинг своих клиентов, это уже не работает. Почему не работает? Потому что, на примере тех кейсов, которым я работал, я работал в течение двух лет, продвигая крупные мероприятия, в основном концерты, где нужно было за две недели собрать Егору Криду, например, 8 тысяч человек в арене. То есть он там не продавался. Он говорит, чуваки, помогите. Вот мы ему помогали. В чем фишка? В том, что если человеку продавать в лоб, что значит в лоб? Вот вы сидите, как вас зовут? Адмир. Вот я вам предлагаю, купи. Ты мне говоришь, либо да, либо нет. То есть тебе либо надо, либо не надо. Да, можешь попользоваться. Вот, соответственно, здесь, как в программировании, либо плюс, либо минус. То есть либо человек купил, либо нет. Что значит первая фраза, в какой последовательности продавать продукты? Помимо того, что вы предлагаете главный ваш продукт, то есть на примере мероприятия, это билет на мероприятие, вы продаете еще, если человек не готов, продаете ему сопутствующие какие-то товары. То есть делаете upsell, crosssell, downsell. То есть не теряете клиента. Клиент у вас есть. При этом очень важно, чтобы он не потерялся. То есть вы заплатили за то, чтобы перевести этого человека на сайт, но при этом вы его не теряете. Вы берете с него контакты. Очень важно. То есть первое, что мы должны сделать, это взять и потраченные деньги перевести в лида. То есть лид – это, соответственно, какое-то целевое действие на вашем лендинге. То есть номер телефона, имейл, имя. Ну, имя может быть не важно. Он может быть кем угодно. Почему это важно? Известный гений маркетинга Джей Абрахам вывел очень простую форму, про которую говорил, как увеличить в 10 раз ваш бизнес, вашу прибыль. Очень просто. Значит, три элемента, которые многократно позволяют увеличить прибыль в любом бизнесе. То есть формула состоит только из трех элементов. Первый элемент – это количество клиентов, которые вы пускаете, значит, на ваш лендинг. Предположим, вот ваш лендинг, вот ваша посадочная страница. Вот через воронку продаж, вот сюда льются клиенты. Соответственно, первое – это количество клиентов. То есть вот этот коэффициент. Второе – увеличить частоту покупок одного клиента. То есть LTV. То есть жизнеспособность одного клиента, жизнь его. То есть сколько он может у вас купить. То есть, например, если это мероприятие, сегодня он купил билет, через месяц он купил билет, через три месяца купил билет, через четыре месяца он, не знаю, купил какую-нибудь личную встречу с вами. Ну, если это, например, артист. Следующий коэффициент. И третий коэффициент – это увеличить средний чек с одной сделки. На самом деле, естественно, все вы скажете, ну, это фигня, это просто. Но понимание вот этого, когда я вел курсы для организаторов от агентства smmlemon.ru, можете посмотреть наши кейсы, работали с большим количеством артистов и вели учебные курсы для организаторов. И когда мы им говорим, ребят, просто увеличите средний чек, они говорят, в смысле? Мы говорим, добавьте категорию вип-билеты. Они говорят, и как это мне поможет? То есть я там еле-еле свожу концы с концами, типа там вот организовываю мероприятие, и у меня все в ноль бьется. То есть я вообще не зарабатываю. А мы говорим, чувак, добавь просто вип-билет, посмотри, что будет. И когда он добавляет вип-билет, то есть, например, там стандартный билет стоит там 500 рублей, ну там увеличенный 700. Мы им говорим, чувак, добавь за 1400. Посмотри, что будет. А что происходит? То, что вот 1400 рублей от продажи этих билетов дают ему всю кассу, а вот это вот закрывает его расходы. То есть вот именно с этого он зарабатывает. Именно с вип-аудиторией люди зарабатывают. То есть если есть вип-сегмент, если вы думаете, что ну я бы, блин, сам бы не купил за 50 тысяч рублей, там, не знаю, на свой тренинг, это не значит, что другой не купит его. Потому что всегда есть люди, которые хотят самое лучшее, самое дорогое, самое виповое, самое лакшери. И именно вот с этого вы зарабатываете. Вот, соответственно, вот она эта формула. 1 умножить на 1 умножить на 1. Соответственно, математику все знают. Если мы увеличим в 3 раза первый коэффициент, в 3 раза второй коэффициент, в 3 раза третий коэффициент, мы получаем увеличение нашей прибыли в 10 раз. Кому понятно, поднимите руку. Огонь. Пока нет, да? Пока так, огонечек. Ладно. Следующее. Смогли бы вы представить себе автоматизированную систему интернет-продаж? Ты можешь остановиться все-таки? Что сделать? Это мне зовут. Ну, смотрите. У меня зовут. Завод, не билеты, не концерты. Я лимонад продаю. Ты продаешь лимонад. Что тебе нужно сделать? У тебя, естественно, есть сайт. У всех в 99% бизнесов в России есть сайт. Ну, как бы без сайта, без того, чтобы ты был в интернете, сейчас невозможно. Соответственно, все, что ты делаешь, первое, это увеличиваешь коэффициент количество клиентов, то есть просто увеличиваешь трафик. На сайт? На сайт, конечно. У меня никто не ищет компоната. Я в холодной продаю. А, это мне нужно в три раза больше обзванивать, значит. Ну, увеличиваешь в три раза поток клиентов. То есть, либо это контекстная реклама, либо это таргетированная реклама, либо это холодные звонки, либо, не знаю, теплые звонки, обзонт свои базы, все что угодно. Ты можешь вообще оффлайн рекламу давать, не знаю, на асфальте. Окей, в три раза больше. Да. Следующее. Это коэффициент количества сделок. То есть, ты должен сделать так, чтобы твой продукт привлекал людей. Чтобы он не один раз попил твой лимонад, а чтобы он сказал, блин, Аяс, офигительный лимонад, я хочу попить его еще раз. У меня не в B2B сегмент. Окей, у тебя B2B. Я сам работал в B2B. Мы работали в тендерах, то есть, в нити газовой отрасли. Мы продавали... Лимонад. Что делать? Лимонад. Пожалуйста. То есть, ну, как бы, приходит тебе человек, говорит, я купил тебе лимонад, он реально крутой, хочу купить тебя целую, не знаю, там, на целый месяц вперед, там, 100 лимонадов, 100 бутылок лимонада. Как ты сделаешь, чтобы он купил? Как его стимулировать? Об этом чуть позже. Окей, хорошо. Следующий коэффициент среднего чека сделки. То есть, необязательно, что ты будешь увеличивать... Дести фремивом сегмент. Да, то есть, ты говоришь, есть обычный лимонад, а есть лимонад, там, не знаю, с кокосом, он не для тебя, не для тебя, вот для тебя. Да, ты, я знаю, ты можешь заплатить, как бы, и ты при этом действительно увеличиваешь, вот за счет вот этого сегмента, свою прибыль. То есть, опять же, в три раза. Вот. Соответственно, как сделать так, чтобы эта вся система работала? Кому бы из вас хотелось иметь пассивный доход? Вот прям пассив. Очень круто. Всем. То есть, вот ты сидишь, вот тут, как вас зовут? Настя. Настя. Вот, например, Настя сидит, пока она здесь сидит, пока Макс что-то рассказывает, у нее капают деньги. Круто? Да. Ну, реально же круто, огонь же, блин. Ну, действительно, просто, когда я, когда мне это получилось, как бы, я офигел, честно. То есть, я думал, вот у меня примерно полгода назад состоялся такой очень серьезный разговор с матерью, а она в течение двух лет думала, что я ничего не делал. То есть, я лежал на диване в компьютере, там, в макбуке что-то делал, а она думала, что я фигнюю маюсь, там, типа, ВКонтакте сижу. А потом, когда я принес ей поллимона, я говорю, мам, вот, смотри, она говорит, Макс, а ты там, что, ты там, как бы, ты чем занимаешься? Да, это законно. Я сказал, как бы, мам, это интернет-маркетинг, короче, это новая тема. Новый вид наркотиков. Новый вид наркотиков, да. Вот, фишка в том, что у большинства людей есть прямая зависимость, то есть, чем больше поработал, тем больше заработал. То есть, вот в мозгах людей какая у вас зависимость, да, вот часы, человека часы, ну, вот так вот нарисуем это, типа, полностью зависит от бабла. То есть, чем больше поработал, тем больше заработал. У кого так? Ну все же работали наемные, работали, я сейчас тоже работаю, у всех так. Фишка в том, что это не совсем правильно и не всегда так. Не всегда так. То есть, например, если ты становишься директором, идешь по лестнице вверх, то это зависит от твоих мозгов. То есть, чем больше помозговал, тем больше заработал, правильно? Но при этом все равно прямая зависимость. Есть такие виды бизнеса, когда ты выстроил систему, машину, она работает, она работает, независимо от того, думаешь ты, не думаешь, спишь, ешь, вообще неважно. Это как видео на ютюбе. То есть, ты выложил видео на ютюбе, где ты, я не знаю, там, пьяный с раскрашенным, там, не знаю, там, дурак, здесь написано, да, и там она набирает просмотры. Только тебя во Вьетнаме глядят. Нет, такого не было. Ты что, снимал, да? Давай дальше. В общем, фишка ютюба в том, что, когда ты выложил свои видео в ютюбе, вне зависимости от того, спишь, ешь, что угодно, оно набирает просмотры. Оно развивается, вне зависимости от тебя. То есть, построенная машина, которая генерит доход. Как это сделать? Значит, первое, что мы должны понять, то, что проблем с трафиком и рекламой вообще нет. Вот нет этих проблем, всегда есть люди, которые хотят купить. Второй важный момент. Трафик – это продукт. Можно создать систему, при которой вы будете четко понимать, сколько вам приносит один клик. Кто из вас понимает, сколько в вашем бизнесе приносит один клик по рекламе? Ну, только вот один. Ну, сколько? Один клик? Да. Ну, где, сколько приносит? Ну, у меня там как бы воронка, то есть, сколько стоит клик, ну, как бы отпускается. Ну, какая реклама? Там, контекст, таргет, что? Контекстная. Контекстная. Яндекс, гугл? Яндекс. Так, и сколько? Ну, порядка полутора тысяч. А сколько продукт стоит? Разный. То есть, там линейка дешевых, дорогих, ну, там дорогой 25 тысяч, дешевый тысяч. И сколько в месяц тратите на контекст в гугле? Ну, порядка, наверное, 15. Ну, это мало. Ну, это мало, да. Не клик, наверное, полторы, это себестоимость клиента, наверное. Да, мне кажется, да. Прибыль от клика. Ну, чем занимаетесь? Тренинги. Тренинги. А кто вообще занимается тренингами, вебинарами, там, астер-классами? Тут. А чем занимаетесь? Хочется на ваших примерах привести. Да. Я занимаюсь поставками товаров из Китая. Поставки товаров из Китая. Через лендинги торгуешь? Нет пока за счет, как бы, пабликов в основном. Паблики ВКонтакте, товары из Китая. Все, как я люблю. То есть, ты пишешь людям, купи мой китайский товар? Нет, сами пишут. Сами пишут? Да. То есть, таргет, реклама? Ну, в основном, пока я, как бы, вожу постоянным клиентам, падаю, как бы, для них в цене. Угу. Есть постоянные клиенты, по которым вы вывозите товары? Да, но сейчас, как бы, планирую продвигать, чтобы… Сейчас хочется увеличиться. Я не за кою презентацию, если так само. Круто. А кто еще чем занимается? Смотрите, у нас… Я забегу вперед, на самом деле. Там будет впереди куча скучных всяких таблиц, но важных. Да нормально. Мы хотим за простые вещи, типа 1, 2, 3… Все же знают, наверное, про эти три важных элемента в бизнесе. Да, средний чайкл, ТВ и прочее. Все об этом знают, никто это не внедряет. Иногда можно просто неделю этим позаниматься и резко увеличить свои доходы. Я в свое время так в 5,5 раз увеличил. Мы вышли на чистую прибыль в 1 миллион рублей в 2014 году летом. И за месяц или за 2 месяца дошли до 5,5 миллионов рублей в месяц чистыми. Вот. Просто оперируясь с тремя этими важными показателями. Я забегу вперед. Мы хотим в конце, это я обращаюсь к тем, кто нас смотрит в регионах, в конце взять 10 человек, идеально поселить их где-то в одном месте. Это такая тема реалити-шоу. Да. То есть мы доводим до результата 10 человек, то есть по нашей методике, которую мы сегодня рассказываем, в очень укороченной форме, потому что очень мало времени, мы доводим людей до результата. И примерно там за одну неделю или там максимум за 2 недели. Вот. Идеально было бы, если бы мы еще сняли дом под это дело. Вот. И как в армейских… Или что-то хату там. Да, в армейских условиях довести 10 человек до результата. Вот. Это поэтому, чем вы будете более активны, потому что нам подойдут не все люди, а вот там с тобой интересно было бы поработать, с вами было бы интересно поработать. Да. Хочется разные бизнесы взять, чтобы показать, что это действительно работает на… Ритейл, мобильники, аксессуары. Сработает, сработает, сработает. Да, да, да. Ну вот. Поэтому обращаясь к тем, кто в регионах тоже нас смотрит, скорее всего нужно будет приехать в Москву, если у вас есть желание, если вы попадете в 10 человек, как раз этих нужно будет переехать на время в Москву. Мы делаем реалити-шоу на базе этого всего. Проходи скорее. Реалити-шоу в группе ВКонтакте, как 10 человек под нашим руководством делают результаты. Увеличивается там минимум в 2, в 3, в 10 раз. Вот. Поэтому чем больше вы сейчас будете нам фидбэк отдавать, чем больше вы будете с нами взаимодействовать, тем будет лучше для вас в первую очередь. Ну и для нас, конечно же. Спасибо, Рез. Следующее. Можно вопрос? Да, конечно. Почему проблем с трафиком и рекламы нет? Ты повторяй вопрос, потому что регионы не слышат, что люди говорят. Как зовут Егор? Егор задал вопрос, почему проблем с трафиком и рекламы нет? Потому что у большинства предпринимателей на начальном этапе есть такая, типа, блин, нет клиентов, короче. То есть нет их там. Вот я сейчас вложу кучу бабок, и никто меня не купит. Фигня. Второе. Блин, мало людей заинтересуется моим продуктом и перейдут на сайт. То есть трафик. Фигня. То есть почему фигня, реально, вот сейчас вот расскажу. Смотри, Егор, вот реально ли все это? То есть реально ли создать машину, которая бы работала на Настю, и пока она там сидит, она зарабатывала бы деньги? Реально. На нашем же примере, можете зайти на мою страницу ВКонтакте, посмотреть мои фотки, там мой блог почитать. Мы все лето с партнерами пробыли на Шри-Ланке, потом ребята уехали дальше, путешествовали по всему миру. У них была такая мечта, мне надоело, вернулся в Москву. Мы зарабатывали именно этим способом все лето колеса по Азии. Значит, мы занимались организацией, продвижением крупных концертов именно по этой схеме, и увеличивали продажи билетов до 700%. Вели проекты для продюсеров, организаторов и артистов. Значит, по поводу твоего вопроса, трафик и реклама. Когда мы начинали вести консультационный бизнес, то есть объяснять людям за деньги, как и что им делать. Естественно, мы не хотели разбазарить свои знания за бесплатно, это нормально. Мы подумали, ну дофига же этих мастер-классов. Ну дофига. Есть там, не знаю, мастер-классы по тому, как продвигаться в интернете, по СММ, по интернету, забей в гугле и сделай. Нет. Людям что нужно? Людям нужна готовая схема прямо здесь и сейчас, чтобы человек ему, как я сейчас вам рассказываю, чтобы он стоял, вам рассказывал, говорил, что нужно делать. Это первое. Второе. Очень важно, чтобы доводили до результата. То есть статья в интернете не доведет тебя до результата. Да, Егор? А человек, который будет с тобой как коучер, который берет на себя ответственность за твой результат. Естественно, он заинтересован в том, чтобы ты дошел до результата, потому что ты потом, если не доведешься до результата, напишешь гневный отзыв, который всю систему его бизнеса вообще сломает. Соответственно, он больше заинтересован в том, чтобы ты дошел до результата, чем даже ты. Следующее. Вот эти пять шагов запишите, пожалуйста, у кого есть куда записывать, значит, что нужно сделать. Вот я в конце их еще раз продублирую, но вот этот смысл того, что нужно делать. Первое – это определить продукт. То есть у кого нет сейчас продукта, то есть кто не поднимал руки, когда я спрашивал, есть ли у вас бизнес, первое – определитесь с продуктом, что вам интересно было бы продавать. Именно интересно, что вы любите. То есть вот как вас зовут? Молодой человек, вот вас. Юрий, что бы вам было интересно было продавать? Вот первое, что приходит в голову. Вот что… Можно на «ты»? Да, конечно. Что тебе интересно? У нас уже просто есть проект «Мужские аксессуары». Мужские аксессуары? А ты понимал, когда я спрашиваю про бизнес? Мы просто втроем пришли. Втроем. Так. Мужские аксессуары, а имеется в виду какие-то там… Мужские украшения, да? Там бижутерия и производство. Сейчас в зависимости… Ну, доллар растет, но как бы в России производство наложено. Так, продукт есть. У кого нет продукта, поднимите руку, пожалуйста. Ребят, чтобы… Вы вместе пришли? Нет, мы вместе. Вы вместе пришли. Что бы вам было бы интересно продавать? Вот прям сразу, тут же, в голову, что приходит? Ну, вообще до этого строительные услуги продавать, то есть мы уже продавали. Так. Но мы продавали их, то есть для юрлиц. Для юрлиц, не с частным клиентом. Поэтому как бы… То есть хочется сейчас продавать строительные услуги? Нет, сейчас уже не хочется. Так что? Работали вообще иначе с бюджетом. Сейчас вообще уже падает этот рынок вроде недвижимости. Сейчас вообще он провалился, поэтому биздец, собственно говоря. Я понял. То есть находите новую нишу открыть? Да. А было бы вам интересно, например, просто как вариант, объяснять людям, которые хотят зайти в недвижимость, продавать, что и как нужно делать им? Давай без этого. Давай нормальный что-то. Вот меня тошнит от этого всего. Окей. От чего? От того, что ты говоришь. От консультации? Да, от всего этого, да. Ну, к чему я хочу говорить? То, что первое, что вы должны сделать, это определиться с тем товаром и услугой, который вы хотели бы, действительно, вы бы сами купили. То есть, что бы вы сами бы у себя купили. Это первое, важно. Второе, это определить правильно и узко ЦА под этот продукт. Почему это нужно? Потому что, когда вы начнете настраивать рекламу, когда вы начнете выделять бюджет под вашу услугу, чтобы ее продвигать, вы столкнетесь с такой проблемой, что если вы не отсегментировали правильную аудиторию, не поняли вообще, кто ваша целевая аудитория, вы начнете сливать деньги просто. То есть, например, у вас есть 50 тысяч рублей на таргет, вот там кивают, со мной согласны. Нет, для вопроса. Да. Вот я занимаюсь хостелами, сейчас с партнером занялись металлолом. То есть, у него опять прием в Москве, и вот я вообще сейчас начал гнать ему трафик через Директ, думаю, насчет контакта. Всякие там, может, наркоманы сдают, вот все люди. То есть, определить правильно ЦА, определить продукт. Я вот сейчас сижу, я не знаю, ЦА кто. Ну, ЦА вообще, ну, как бы… А есть уже первые покупатели, вот как определить его аудиторию? Нет, у него опять точек, он этим занимается уже около 10 лет. Ну вот, берешь покупателей его и с ними разговариваешь, все. Ну, например, есть такая фишка в Фейсбуке, как look-alike. То есть, ты загружаешь туда базу имейлов, и она тебе расширяет, в зависимости от ее формул, от площадки Фейсбука, она тебе расширяет. Было у тебя тысяча человек, она тебе дает 100 тысяч человек, которые похожи на твою аудиторию. Огонь. Вот об этом я не знал, очень круто. Второй момент, который… Как называется? Можешь, чтобы это? Look-alike. То есть, когда создаете аудиторию в Фейсбуке… Огонь. Вообще. Можно создать похожую аудиторию, причем можно создать 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч, 300 тысяч. Фишка Фейсбука в том, что Фейсбук не как ВКонтакте. То есть, все, кто работает ВКонтакте с таргетированной рекламой. Все, кто подняли руку, например, там, Церебра, все это вы знаете, естественно. Фишка в том, что у Фейсбук этого не нужно. У Фейсбука уже встроен очень мощный механизм, который собирает всю информацию о пользователе. Что он лайкал, что он смотрел, какие у него друзья, чем он интересуется. И обычный фильтр в Фейсбуке, когда вы настраиваете рекламу, он вам точно даст выемку вашей аудитории, по которой вы потом будете рекламироваться. Очень важная штука. Поэтому определить правильный узко ЦА очень важно. Вот сейчас, например, я рекламирую мероприятие, продвигаю, и только через две недели я понял действительно, кто интересуется моим мероприятием. Через две недели тестинг обязательно нужен. Но на тестинг вы не должны сливать много денег. То есть тестинг каждого рекламного канала. Вы никогда не знаете, какой рекламный канал у вас бомбанет. Например, YouTube… На самом деле можно узнать. Вот мы это учим на курсах основных лайк-бизнеса. Никто из вас не учился у нас на потоке. Но берете, аудируете бизнесы всех компаний-конкурентов, достаточно с глубокой аналитикой по нашим чек-листам. И это позволяет вам понять, откуда самые главные топ-компании на рынке берут клиентов. Если они оттуда берут клиентов, соответственно, они уже провели все эти тесты, и вы можете делать тупо то же самое. Ничего зазорного в этом нет. Вот, например, взять Instagram. А кто пользуется Instagram в своем бизнесе? Кто может сказать реально, что вот Instagram работает, крутая тема? То есть, в принципе, все, кто поднял. А кто не поднял, не знаете, либо сомневаетесь, почему? Можете кто-то сказать, ответить. Почему не пользуетесь Instagram по продвижению своего бизнеса? Кажется, что он не будет работать. Фишка в том, что вы уже пропустили ту пору, когда это очень-очень круто работало. Но это действительно и сейчас это работает тоже. В чем фишка? Кто-нибудь знает про масс-фоллоуинг, масс-лайкинг? Естественно, все знают об этом, да. У вас есть аккаунт Instagram вашего, например, бизнеса. Там, не знаю, мужские аксессуары. Это вообще тема огонь для Instagram. Потому что в Instagram продажа товаров до 5000 рублей идет только так. Что вы делаете? Вы просто делаете аккаунт и отсегментировав по второму пункту вашу аудиторию. Как? Да очень просто. Если вы вообще не знаете, я не знаю, кто мой аудиторий, возьмите ваших конкурентов. Возьмите, просто выгружите ваших конкурентов из серебра ВКонтакте. Потом найдите этих людей в Instagram и пустите на них рекламу. Либо же найдите конкурентов, которые также торгуют мужскими аксессуарами. Выгрузите эту базу и начните по ней рекламиться. Потому что человек, который уже покупает мужские аксессуары, 60% вероятность купит и ваш товар, если он нормальный, а не какашка. Даже если у вас какашка, вы можете так упаковать его, что он его купит, потом разочаруется, естественно, но он купит его. Но так делать нельзя. Да, но так делать нельзя. Соответственно, вот ваш аккаунт. Вы его конверсионно оформляете. Что значит конверсионно? Понятно человеку. То есть человек зашел. Фишка интернета в том, что у человека есть примерно 3-5 секунд, чтобы проанализировать ваш товар. Что это значит? Вот я вот вошел в аудиторию, да? Привет. Так, посмотрел. Так, если меня не затерсал, я ушел. То есть тоже, действительно, так и происходит. Вы представляете, сколько сайтов, сколько всего в интернете человек серфит. Он же не зашел на ваш Instagram такой, а, ммм. И целый час изучает ваш Instagram, смотрит ваши фотки, смотрит лайки, комментарии. Ну ты, наверное, на девчонок заходишь. Да? А про что речь шла? Речь про мужские аксессоры. Соответственно, вы должны его быстро зафиксировать его внимание. Причем, зафиксировав его внимание, у вас должен быть call to action. Очень мощный call to action. Типа, чувак, перейди по этой ссылке. Что дальше происходит? Он переходит по этой ссылке на ваш лендинг. По воронке продаж он спускается вот так вот. Вот сюда. И, соответственно, зашло на лендинг, к примеру, там, 200 человек, 20 человек купила. Но это один аккаунт. Никто не говорит про один аккаунт. То, что нужно крутить один аккаунт. Вы делаете цепочку аккаунтов, ребят. То есть вы выделяете как минимум 10 групп от сегментированных аудиторий. 10 как минимум. И под каждую аудиторию вы пилите оффер. В общем, фишка. То есть, например, приведу пример. Окей. У меня был кейс по продвижению йога туров. То есть, значит, нужно было продвинуть поездку в Индию за 150 тысяч рублей. Вот женщина объясняла, там, занималась с ними йогой. Ну, 150 тысяч рублей не каждый может реально потратить. Ну, это пипец. Сколько там нужно месяцев работать на это. Но что мы сделали? Мы просто сделали 5 лендингов. 5 лендингов, при этом включив ABA testing трафика. То есть, весь трафик у нас распределялся на 5 лендингов автоматически. И мы смотрели, какой из лендингов конвертит. Потом, определив, какие из лендингов конвертит, мы каждую от сегментированную аудиторию слали на лендинг с определенным оффером. То есть, если это от сегментированная аудитория мамочек, мы их гнали на лендинг с оффером про мамочек. Типа, помоги своему, там, ну, я, грубо говоря, там, помоги своему ребенку родиться здоровым. Глупо было бы с таким же офером предлагать людям, которые там, не знаю, там в отношениях. Типа там девушка заходит, она там с парнем только год встречается, а ей предлагает, помоги своему ребенку там родиться здоровым, он уйдет сразу. В этом-то и фишка, что вы каждой аудитории одна боль, одно решение. Вот главное правило рекламы. Запишите, кстати, очень крутая тема. Одна боль, одно решение. Это работает везде, и в контекстной, и в таргетированной рекламе, в email, везде. Следующее, сформировать точки входа. Что это значит? Точки касания. Вы должны понять, где ваш потенциальный клиент обитает. Это не обязательно ВКонтакте, это может быть в Однокласснике, это может быть Facebook, это может быть Twitter, это может быть, не знаю, маршрутка. Почему нет? То есть все видели рекламу на подголовниках? Охренительно же. То есть она стоит 200 рублей в месяц. 200 рублей в месяц, и вы получите, не знаю, поток клиентов, которые пользуются маршрутками, например, с Октябрьской до метроуниверситет, чтобы там, ну, доехать до своего учебного заведения. То есть это ваша целевая аудитория, до которой вы можете достучаться за 200 рублей в месяц. Причем, представляете, какой там поток, трафик какой-то, он гигантский трафик. То есть вам такой трафик и никакой таргет не даст. Платежеспособная аудитория. Платежеспособная, да. Потому что, да, платишь за маршрутку, да, минимум 40-50 рублей. Следующее. Значит, по поводу третьего пункта я остановлюсь позднее, расскажу, какие точки входа должны быть, чтобы ваш бизнес масштабировался, приносил кучу денег. Там очень есть важные моменты. Следующее. Создание посадочной страницы потока трафика и аналитики. Ну, понятно. То есть у вас должен быть лендинг. То есть, например, если это мужские аксессуары, делайте лендинг, как все, в принципе, это и делают. Это работает. Если бы это не работало, люди бы не занимались этим. И вы гоните людей на этот лендинг. Но очень важный момент. Многие люди думают, вот я сделал сайт, это лендинг. Ни хрена подобного. Что такое лендинг? Лендинг – это, опять же, одна боль, одно решение. И многие об этом забывают. Приведу пример. Есть, например, какая-то компания, которая занимается, например, недвижимостью. И, как все компании, которые занимаются недвижимостью, у нее есть очень большой, крутой информационный, подчеркиваю, информационный сайт, где вся информация про то, какая компания крутая, какие дома крутые строятся. То есть человек заходит и думает, елки-палки, я что, в библиотеку попал, что ли? То есть и сюда надо зайти, и сюда надо зайти. То есть он теряется. Опять же, помните правило 5 секунд. Если человек не находит за 5 секунд, что ему надо, он уходит, нахрен вы ему нужны. А если бы он перешел, то есть вы отсегментирули этого человека, вы поняли его боль. То есть этот человек хочет купить, например, новостройку именно в Бутово. То есть там не в Химках, там не еще где-нибудь. Именно в Бутово. Вы его отсегментирули, вы гоните его на лендинг, где ему говорят, чувак, новая квартира в Бутово, там полтора миллиона рублей. «Окей, будешь брать?» Не бери, ну окей, ты попал в группу ретаргета, мы тебя еще догоним, месяц будем тебе мозги делать. Если он попадает на информационный сайт, что он должен сделать, чтобы найти, ну, решить свою боль? Он должен перейти в раздел «Новостройки», найти свой район, то есть потратить как минимум полчаса, если этот сайт нормальный. А если сайт хреновый, он вообще у вас не найдет, то что ему нужно и уйдет, разочаровавшийся и в сайте, и в вашей компании, и вообще в жизни. Следующее, разработка цепочек писем и блок-схемы продаж через воронку, исходя из поведения клиента. Что это значит? Вы, например, зашли… Да. Извините, у меня вопрос. На ты давай. Да, насчет четвертого поля. Как правило, продукт закрывает одну боль. Так, да. Соответственно, а если вот… Можно как-то сделать, чтобы продукт закрывал несколько болей, вот исходя из того, что закрывали? Ну, он может какие-то под-боли, так скажем, закрывать. То есть главная боль все равно есть. Главная боль, например, там, не знаю, а я хочу помыться. А под-боль это, чтобы не воняло, там, чтобы я был красивый, чтобы я потом пошел навстречу. То есть… Под-боли для тех минут. Ну, да. То есть всегда есть одна главная боль. Одна главная боль – я хочу новую квартиру. А под-боли, не знаю, мне некуда привезти девушку, я хочу там жить в своем доме, я хочу быть взрослым и тому подобное. То есть, главная боль у нас всегда есть. Это просто про то, что про йогу, да? Да, да. Там можно, да, выделить под категорию людей. Не путай, смотри, как тебя зовут? Давайте это, у нас не так много времени, это немножко не по той теме вопрос. Давай дальше к трафику, извините, Артем. Значит, окей, не буду про себя там много чего рассказывать. Нет, нет, расскажи, расскажи. Ладно, в общем, занимаюсь 7 лет маркетингом, СММ и СМО. Кейсов действительно много, то есть, как и в концертной музыкальной индустрии, так и в бизнесе. Работал с Радиславом Гондопасом, с различными инфобизнесменами, также и с компаниями Ле Мода, Алекс, Горбушкин, Двор, ЦУМ и различные российские и зарубежные агентства и компании. То есть, опыт у меня есть, причем реально обширный в плане разных сферах. Также у меня образование в нефтегазовой промышленности. Можно вопрос? Да. Просто, если вы такой классный, вы так умеете трафик гнать, допустим, я там хорошее понимаете, то почему вы на спа-сетке не работаете? А зачем мне арбитраж трафика? Зачем мне арбитраж трафика? Ты знаешь, что арбитраж трафика не всегда дает чистый трафик? Там есть фродинг, ее надо контролировать. Нет, нет, я понимаю, просто хотел причину услышать. Ну, понимаешь, мне, честно, не нравится сидеть как мартышка и гнать трафик. Вот честно, мне это не нравится. То есть я понимаю всю эту систему, у меня есть инфобизнес, я им зарабатываю, а я работаю директно по маркетингу. Мне нравится создавать, а не сидеть как механическую работу, как робот создавать. У меня есть свои специалисты, которые этим занимаются. Следующее. Вот кейсы, которыми мы занимались. Лимбискет, Каспийский груз, Центр, Баста, Ария. Все эти концерты мы продвигали. Можете на сайте посмотреть. СММЛема.ру. Также вот кейсы остальные. Отзывы от нашей работы. Вот Тимур Тахудинов, менеджер Blackstar, обучался в моем мастер-классе. Я ему объяснял интернет-маркетинг. Привет, Тимур. Вот это наш первый офис нашего агентства рекламного. Как все начиналось? Все, в принципе, любят такие истории, типа «Из грязи в князи». Или там, как и «Миллионер из трущоб». Начиналось все, на самом деле, очень так просто. Я работал менеджером по продаже. Две минутки. Менеджером по продаже работал. И потом, когда я с ребятами познакомился, действительно, минутку, понял, что можно зарабатывать большие деньги здесь и сейчас. Кто-нибудь знает такого чувака, как Джон Рис? Этот чувак в Америке заработал миллион долларов за один день. Миллион долларов за один день, ребят. Миллион долларов. Какой бизнес можно заработать миллион долларов за один день, если у вас нет какой-то крупной компании, вы не какой-нибудь грабитель банка или еще что-то, у вас нет богатого родственника. Миллион долларов за один день, ребят. Когда я пообщался с ребятами, они рассказали мне несколько историй, реальных историй, когда, например, чувак, зарабатывает 50 миллионов рублей в месяц чисто на email-рассылках. Как? Второй пример. Ребята сделали онлайн-конференцию, заработали 10 миллионов рублей за один день. 10 миллионов рублей за один день. Ну и мы, естественно, захотели отправиться в путешествие, отправились в Азию, как бы все это я вам рассказывал. Итак, что, о чем я вам пытаюсь объяснить. Lifestyle бизнес. То есть это новый вид бизнеса, когда вы, занимаясь любимым делом, хобби, можете заработать деньги. Это может быть ваша неосновная профессиональная деятельность. То есть вы можете работать спокойно на работе, продвигаться по карьере. При этом у вас есть хобби. Например, как у вас хобби у Насты есть? Танго танцуете. Танго танцуете? Отлично. То есть Настя, помимо того, что может работать на основной работе, зарабатывает на своем хобби деньги. Причем пассивно. А мы можем Настю взять к нам? А у вас вы не зарабатываете на танго? Конечно. А мы можем ее взять и сделать так, чтобы за две недели она заработала нормальные деньги на танго? Ну ты круто танцуешь? Ну, чтобы крут, надо 10 лет заниматься. Я пока только три года. Три дня. Давай, интересно, круто. Мне кажется, классно будет. Ну, то есть реально можно вот Насте, которая три года танцует танго, ей заработать денег на танго за две недели. Можно на чем угодно заработать. Я серьезно говорю. Хорошо. Вы не заскучали, ребят? Интересно? Мотивирует миллион долларов в день заработать? Не в день, а за 18 часов. Это было в 2004 году. Можете вбить в интернете. Джон Рис. Привет. Так что же нужно сделать? Опять же по пунктам записываем. Вам нужно создать продукт. Еще раз объясняю. Второе. Создать продающую страницу. Третье. Разработать автоматическую воронку продаж. Как это сделать, я расскажу. Следующее. Пустить трафик на эту воронку. Следующее. Начать зарабатывать. Значит, сразу, что такое воронка продаж именно в том понимании, о котором я рассказываю. Значит, вот есть клиент. Клиент. Со своими болями, хотелками, возражениями, своей психологией, поведением. И есть вот такая какая-нибудь схема. Блок схемы, так называемая. Кто программированием занимался? Ив Уэллс. Егор? Да. Вот. То есть вот такая схема. Значит, что эта схема значит? Что человек, когда попадает в вашу воронку продаж, в зависимости от его поведения, вы ему предлагаете что-то сделать. То есть вы его ведете, вы его поводырь. То есть человек, когда пришел на ваш лендинг, как это сейчас происходит, продажи в лоб. Не да или нет, не плюс или минус, либо купил, либо нет. Он попадает в вашу систему. То есть он, если он сразу не купил, он переходит вот сюда. И ему предлагается, например, купить сопутствующий товар дешевле. Если он и сейчас не купил, он идет дальше. Ему предлагается еще дешевле. Если он и сейчас не купил, ему предлагается цепочка писем, например. То есть какая-то цепочка подогревающих писем. он, прочитав эти письма, понимает, что вы действительно эксперт, крутой чувак, у вас крутой продукт, у него проявляется лояльность к вашему бренду или к вашей услуге. Вот как это работает. Вы не теряете клиента. Вы заплатили за него три рубля однажды за клик, за переход, и он уже у вас в базе есть. И в зависимости от того, как он себя ведет, вы его потом ведете к вашему товару главному, который, например, стоит 50 тысяч рублей. Но при этом, чтобы он заплатил 50 тысяч рублей, он должен повариться в вашей системе, в вашей рынке продаж примерно месяц-два месяца. Вы с ним все это делаете, и он за все вот это время может потратить, предположим, 30 тысяч рублей, а потом перейдет сюда и заплатит еще 50 тысяч рублей. Огонь? Круто? Таким же занимаются мои видео или дорадо? Все этим занимаются. Все этим занимаются. Да, да, все этим занимаются, но при этом почему-то не все это понимают почему-то. Чтобы люди визуализировали, что это такое. Приведу простой пример. Кто-нибудь, у кого-нибудь такое было, когда он зашел на сайт, например, купить, не знаю, там, ноутбук, Asus, и через 3 минуты ему начинает, Asus, Asus, купи Asus, чувак, купи Asus, со всех сторон, как это произошло? Просто вы попали в группу ретаргетов, то есть ремаркетинг сработал. Вы попали в базу, либо Google, либо ВКонтакте, Facebook, и вам начинается показывать реклама, вас начинает добивать. Но это тупо, это действительно тупо, потому что вы не купите. Если вы сейчас не купили, ну, блин, это как, знаете, это как вот вы идете по улице, вам предлагают, чувак, купи у меня мобильный, а ты такой, нет, я не куплю у тебя мобильный, у меня нет денег, мне это не нужно. И вы ему включите, чувак, ну, купи мобильный, потом догоняете его, такие, ну, блин, чувак, мы с тобой 3 минуты назад виделись, купи мобильный. Нет, вы же не купите. Но примерно если вы через 2 недели, когда чувак такой, блин, ну, мне реально нужен мобильный, У меня деньги вроде как появились. Мы такие, чувак, помнишь, две недели назад? Держи мобильный. Все, он купит. Причем можно еще со скидками предложить. Если он не готов, вы его спрашиваете у него, а когда ты будешь готов? То есть, понимаете, вот что нужно выстроить. Эта система подходит для 90% существующих бизнесов. Ну, как бы это факт. Следующее. 10% это сложные бизнесы. Приведить пример сейчас не смогу, но не для всех, так скажем. Бизнесов, но для большинства. Мы исходили из того, что всегда есть исключения. Но я убежден в том, что на самом деле это можно везде делать. Прям везде. Выстраивать вот эту тяжелую цепочку продаж, тяжелую воронку продаж, от чего мы сами, к сожалению, тоже страдаем. И мне тоже хочется поучаствовать в этом проекте. Есть эксклюзивные товары, которые там есть один продавец, здесь там два покупателя, здесь ты… Maybe. Но всегда можно продать что-то еще. Всегда можно что-то еще. Не знаю, спутники мы уже делаем. На спутнике есть там три клиента. Ты как бы… Ну, значит, нужно добавить еще какую-то категорию товаров. Еще что-то. Ну, вот как мы говорим, добавить премиум товар. Премиум сегмент обслуживания. Ну, да. Вот. Поэтому я думаю, что это применимо везде, но мы на всякий случай, упаковывая эту презентацию, решили, что должны быть какие-то исключения. А, значит, какие виды бизнеса могут быть? Ну, привожу примеры, как бы шуточные, конечно, но оно действительно для всего работы, даже если у вас нет бизнеса. Вот она, эта пресловутая воронка продаж. Все ее знают, все ее видели. Ну, знаете воронка продаж? Конечно. Да. Все, окей, идем дальше. У нас осталось 15 минут. Знаете про обратную воронку продаж? Что такое обратная воронка продаж, знаете? Расставим деньги. Нет. Фишка в том, что обратная воронка продаж отталкивается от продукта. Если у вас крутой продукт, люди сами о вас будут говорить. Вы не тратите деньги, будете использовать сарафанное радио. То есть, у Аяза был лимонад. У него нет денег на рекламу. Но лимонад был настолько крутейший, что люди, попив лимонад, рассказали своим соседям, соседям, получил геометрическая прогрессия. Это неправда. Такое у нас было с кофе-лайком, например. Ну, и как бы есть все еще. Но есть какая-то определенная воронка, да, здесь 10 покупателей, и есть акция «Приведи друга и пей кофе бесплатно», которая достаточно хорошо работала. И поэтому у нас в этом смысле именно часть клиентов по нашей CRM-системе приходила к нам именно по этой акции. Учитывая, что кофе маржинальность одного стаканчика кофе 20 рублей, знаете кофе-лайк компанию? Кто знает, чем мы вообще занимаемся? 20 рублей. Капучино там продаем мы за 70, то есть это себестоимость. Ну, примерно, условно сейчас говорю, сейчас уже около 30. Соответственно, человек, выпивая кофе бесплатно, мы теряем 30 рублей, да, даем ему бесплатный кофе, но он, как правило, ему нравится. Соответственно, каждый раз, когда он… Второй раз, когда он к нам придет, он нам заплатит уже 70 рублей, и именно эти 70 рублей окупят расходы на то, что он бесплатно у нас первый раз попробовал кофе. Вот вам пример того, как это работает в достаточно таком как бы бизнесе, да, в бизнесе, в бизнесе именно. То же самое… А в Москве у вас тоже нет? Нет, конечно. Дороже. Дороже. Ну, зависит еще от места. Вот, то же самое сейчас мы сделали в хостелах и во многих других бизнесах. Вот, и даже на интенсив, может быть, кто-то из вас идет 17 января, мы дали людям возможность, там стоимость от 3000 рублей, дали людям возможность привезти друга бесплатно совершенно. Вот, ну, то есть саму пойти ищу друга привезти бесплатно. А вот как действует большинство. То есть гонит трафик, блок продажа, получает выручку. А вот как нужно делать. Значит, если плохо видно, можете подойти. Смотрите, вот гонится трафик, вот есть лендинг. Если человек не готов купить, ему предлагается какой-то другой оффер. Есть товар-ловушка, есть ключевой оффер, есть мультипликатор прибыли, я про это сейчас расскажу. Есть страница благодарности, про это тоже расскажу. Сфотографировали кому нужен? Крутая штука на самом деле. То есть ваша выручка была 12 тысяч долларов, грубо говоря, а останется 37 тысяч долларов. То есть возрастает в три раза. Просто внедрив вот эту систему. То есть предложив людям не уходить сразу из вашего магазина, а на предкассовой зоне предложить им жвачку купить. Просто. Ну это просто, ребят, но это работает. Можешь объяснить на примере? Ну вот прям пошагово, потому что мне ни хрена не понятно. Окей, пошагово. Я перешел, например, по рекламе. Купи ноутбук. На сайт. Ноутбук стоит 1000 долларов. Мне дорого. Я не хочу покупать. Меня перебрасывает на другой лендик. Говорят, чувак, купи мышку. Она стоит 20 долларов. К этому ноутбуку. Я говорю, нет, мне дорого. Меня перебрасывает, например, или там я перехожу уже. Я так выражаю перебрасывать. Может быть автоматический переброс. Человек может получить письмо с этим предложением. То есть возможностей этого много. Как это реализовать? Да, офферы продолжаются. То есть вы продолжаете предлагать человеку. Потому что если человек заинтересовался, перешел по рекламе, значит ему действительно нужно. То есть вы должны просто отработать его возражения. То есть если человек кликнул по рекламе, он же не идиот, он же не кликает на все рекламы подряд, правильно? Он перешел по вашей рекламе, значит ему что-то нужно от вас. Дайте ему, что ему нужно от вас. Соответственно, после того, как он прошел через все ваши перипетии, воронки продаж, он все-таки заплатит. Или оставит контакты. То есть оставленный контакт – это ваша возможность догнать этого вашего клиента и предложить ему еще что-нибудь. Значит, автоматическая серия писем. Есть трафик, который гонится на лендинг. Есть база данных. Есть страница благодарности. Кто-нибудь пользуется страницей благодарности? Нет, никто? Что это? И мы не пользуемся. Что такое страница благодарности? Например, я зарегистрировался на Premium Like. Блин, я потратил 50 тысяч рублей, ребят. Для меня это существенные деньги. И все. То есть я оплатил, я оставил свои контактные данные. И мне даже спасибо не скажут. Как делают нормальные компании? Как делают все компании, в принципе, которые действительно крупные. Которые секут фишку. Они делают так, что после того, как клиент оставил свои контактные данные, его автоматически перебрасывают на страницы благодарности, где ее, во-первых, благодарят за то, что он оставил контактные данные свои. Потому что, ну, блин, чувак доверился вам. Второе. Ему предлагают один оффер. Дешевый. Чувак, хочешь купить? Там не Premium Like, а кофе, например. Просто кофе. Хочешь купить кофе? Или, не знаю, книжку? Что-нибудь предлагается ему. Может, даже бесплатно. Очень круто, если бесплатно. Соответственно, человек думает, блин, то есть у него уже лояльность, он вырабатывается к вашему бренду. Второе. Он уже потратил деньги. Вы учите клиента покупать. Вы учите клиента оставлять деньги в вашей компании. Это тоже важно. Не надо копить халявщиков. Халявщики они всегда будут. Но если вы учите клиента покупать именно в рамках вашего бренда, это значит, что потом он может, возможно, ставить в 10 раз больше денег. Может, он просто присматривается к вам. Может, он боится деньги в онлайне тратить. Короче, месседж. Есть страница. Сюда приходит 100 человек, которые что-то покупают. После этого вы не просто говорите, не просто он закрывает страницу, а вылазит еще одна страница, то есть после оплаты, на которой написано большими буквами. Спасибо, друг. И оффер. И оффер в виде… Вот человек купил ноутбук, да, но это тоже так делают. Человек купил ноутбук или там у вас аксессуары к телефонам, чехол для айфона, вы предлагаете еще какие-то новые модные наушники, которые идут к этому чехлу. Ну, то есть достаточно простая банальная вещь. Из этих 100 человек 10, возможно, еще вас купят со страницы благодарности именно. Вы там, если вы будете принимать участие в этом двухнедельном нашем марафоне, продав там что-то связанное с танго, человек переходит на страницу благодарности, в которой вы предлагаете не просто условно курсы по танго или еще что-то, но предлагаете балетки. Ну или в чем там танцуют. Туфли предлагаете. Ну прямо это точное попадание. Точное попадание. Потому что ему нужны же будут балетки. Не балетки, а туфли. Туфли, да. Ничего ты не сечешь в танго вообще. Ну ты даешь. Вот. Ну это такая достаточно банальная вещь, которая даст вам еще дополнительных денег. Которые вы можете отложить. Вы знаете, что компания Apple делает все деньги именно на аксессуарах, не на макбуках. Вы знаете, что Макдоналдс делает все деньги? Да. То есть Макдоналдс делает деньги не на бигмаках, не на вот этих вот булках. Он делает деньги на картошке, на пирожках и на воде, которые предлагают кассирую. Ну этот чувак, который он заказ и типа, а хочешь картошку? Еще на аренде. Ладно, дальше. Следующее. Да, вот. Как нужно действовать? У вас есть товар-ловушка. Товар-ловушка – это дешевый товар, который привлекает клиента. И мультипликатор прибыли. Мультипликатор прибыли – это промежуточный шаг между товаром-ловушкой и вашим главным товаром. То есть в мультипликаторе прибыли вы показываете свою экспертность, крутость своего бренда. Человек учится покупать в вашем бренде, но при этом он не готов пока сейчас вывалить все деньги за ваш главный продукт. Основные элементы воронки продаж. Запишите, пожалуйста. Первое – это лендинг-пейдж. Ну, как бы ваша посадочная страница. Вот она, главное. Следующее – это thank you page, то есть страница благодарности. Вот она. Дополнительные страницы – upsell page и downsell page. Как они работают? Значит, вы знаете, например, у вас все автоматизировано, и вы знаете, что, например, 20 человек из вашей базы купили дешевый товар. Почему бы им не предложить более дорогой товар? Да, не все купят, но какая-то же часть купят? Кто-нибудь это делает? Нет. Но если вы сделаете, вам капнут деньги. Email-маркетинг – соединительная ткань. То есть кто относится к email-маркетингу скептически? Почему? Ну, потому что тема древняя очень. При открывании списка, после того, как были мероприятия некоторые в прошлом году, очень низкие. Древняя, но действующая. Самое-то забавное, я тоже в это не верил, но когда я вижу, что моя база из какого-то определенного количества людей после рассылки дает мне определенное количество денег, я понимаю, что это работает. Она может будет работать, вопрос с эффективностью. Да, ну, естественно, нужно вести эффективный email-маркетинг. То есть это не так, типа, там, чувак, привет, ему нужно кто-то давать полезное. И прием платежей, соответственно. Вот я привожу примеры воронок продаж. То есть вот система IfWells, как вот блок-схема по поведению клиента. То есть подписка на магнит, что такое магнит, все знают? Что такое магнит? Вы когда-нибудь видели, когда вам предлагается что-то бесплатно скачать за контакт? Там, скачай книжку бесплатно, скачай чек-лист бесплатно, получи еще что-нибудь бесплатно. Зачем это делается? Неужели они такие все, типа, богатые и бесплатно все раздают? Нет. Фишка в том, что человек, владелец вот этого лид-магнита, лид-магнит, потому что лид, он собирает лиды, он собирает ваши контакты. Вот он собрал за счет бесплатного продукта 3000 людей, которые потенциально заинтересованы его продукте. Эти 3000 людей скачали его книгу, 2000 людей прочитали его книгу, удостоверились в том, что он действительно что-то знает или бренд действительно прикольный. Например, они скачали маркет-кит вашего продукта. То есть, например, список ваших аксессуаров мужских. Они скачали, они почитали, что вы делаете ваши мужские аксессуары из эко каких-нибудь крутых каких-то вещей. Они думают, блин, классно. И после того, как они все это сделали, они поварились две недели, вы делаете рассылку, ребята, у нас акция. И вот эти 2000 человек уже на вас работают. То есть, они узнают уже о вашем бренде, вы для них не спам, вы для них уже знакомый бренд. И вот так это все работает. Купил? Нет. Цепочка писем? Нет. Цепочка писем? Нет. Последний шанс? Нет. Еще серия писем? Бесплатный вебинар там и до продажи. То есть, вы не теряете клиента. Клиент, ну, это как с дружбой. То есть, в маркетинге кто читал про партизанский маркетинг? Есть очень классное сравнение, что маркетинг – это как отношение мужчины и женщины. Ну, буду пошлым, но, грубо говоря, если я подойду к девушке и скажу, переспи со мной, а она не переспи со мной. Даже если я буду охренительно крутым, у меня будет тачка и куча денег. Потому что, ну, как бы так не делается. Клиент – то же самое. Клиент вас не знает. Клиент вам не доверился. Клиент, ну, блин, как бы дать на первом свидании, как бы, это тупо то же самое у клиента. Как бы он поломается. Он поломается два дня, три дня, месяц. Кто-то ломается год. Но при этом все эти ваши клиенты, они у вас в базе. Они от вас не уходят. И к каждому клиенту вы все равно найдете подход. То есть нужно собрать 10 девушек. И по конверте, да. Расскажите цепочку, типа, переспи со мной? Нет. Пойдем в кино? Нет. Пойдем в ресторан? Пойдем. Да, потом снова. Пойдем в кино. Ну, фишка в том, что… И переспи со мной. Фишка в том, что у каждого клиента… Круто, слушай, а давай по пикапу тренинги сделаем. У каждого клиента, как у каждого… Бизнес-пикап. Три минуты. Французы. Егор пойдет. Короче, у каждого клиента есть какая-то боль. У меня есть база, если что. Есть какая-то кнопка. То есть его болевая кнопка. То есть на которую, надавив, вы… Я тебе могу лидов своих отдать. Хорошо, давай. У меня просто времени нет этим заниматься. Вы, как владелец бизнеса, можете, надавив на эту кнопку, заставить человека купить. Действительно, можете. Вот воронка продаж, которую я настраивал под продвижение мероприятия. Вот более сложная воронка продаж под мероприятие, которое я продвигал в октябре. То есть видите, что у меня несколько рекламных каналов. Инстаграм, Фейсбук, Твиттер, ВКонтакте, Ютуб. Давай здесь поподробнее. Вот это самое, наверное, важное из всего. Давайте. И хочется, чтобы каждый человек у себя дома тоже такую же сделал. Маленький вопрос. Материалы прислать можно? Можно получить ребятам материалы? Я думаю, что да. Да, 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 сделаем, сделаем. Смотрите, значит, это называется майндмэп. То есть на каждом проекте, на каждом своем кейсе я рисую майндмэп. Как будет продвигаться данное мероприятие или кейс? Значит, у нас есть рекламные каналы. Это ВКонтакте, Ютуб, Твиттер, Инстаграм и Фейсбук. Например, мы выбрали вот эти рекламные каналы. ВКонтакте мы сегментируем аудиторию, во-первых. Во-вторых, мы выбираем еще подканалы. То есть паблик, размещение постов, то есть постинг, контент-маркетинг, значит, таргетированная реклама, видеореклама ВКонтакте. Кто-нибудь знает, что в ВКонтакте есть видеореклама? Вы знали об этом? Почему? Это когда в новостях что-ли? Нет, это таргетированная реклама. Вы можете настроить таргетированную рекламу с видео. У вас будет видео там про игру. Кто-нибудь знал об этом? Нет. Она очень крутая на самом деле. То есть, например, всех достала обычная реклама. А вы взяли, выделились и вместо рекламы поставили видео. И вы там такой, типа, чувак, ты нажал на меня, я тебе хочу продать там это. Хочешь купить? Прикольно, по-моему. Вот. Вы вот это все рисуете. И потом, что происходит? Вы все это гоните на ваш продающий лендинг. Ваш продающий лендинг – это ваш основной товар. Что происходит после? Вот. Обычный бы предприниматель, если бы вы не пришли на данное занятие, он бы остановился вот здесь. Он бы ничего не сделал дальше. Что мы делаем дальше? Мы копим базу данных, базу клиентов и делаем email-маркетинг. То есть, добиваем их под цепочкой писем. Следующее. У нас есть база ретаргетинга. Кто умеет настраивать базу ретаргетинга на лендинг? Вы вообще знаете, что это такое? У вас есть лендинг. Просто поставив скрипт в хедер вашего сайта, вы собираете всех людей, которые пришли к вам из ВКонтакте. И вы знаете, например, что из тысячи людей, которые посетили ваш сайт, 200 человек пришли из ВКонтакте, и вы на этих 200 людей, которые сохранились у вас в рекламном кабинете, можете догнать рекламу их. Круто? ВКонтакте. То же самое с Фейсбуком. То есть, что происходит? Например, человек зашел на ваш лендинг. Вы знаете, что он зашел в декабре на ваш лендинг, но не купил. И в январе вы говорите, чувак, я знаю, что ты был на моем сайте, меня бы это удивило. Ну, реально круто. Я бы перешел. То же самое. Базар таргетинга Фейсбука, Яндекса и Гугла. Идем дальше. Ну, вы же знаете, что есть ремаркетинг в контекстной рекламе тоже? Как бы, ну, очевидно. Дальше. СМС-маркетинг. Кто-нибудь пользуется СМС-маркетингом, там, рассылками по ваберу, ватсапу? Можешь рассказать? Работает? Работает, работает. Мы пользуемся, как бы, периодически делаем акции, когда мы, там, людям какие-то бесплатные аксессуары, которые, как бы, ну, ничего не стоят, скажем так, предлагаем бесплатно. Они приходят и, ну, просто, не кто-то просто приходит, просто там что-то наклеит, уйдет, а кто-то там заодно может это купить. То есть, в любом случае, мы, как бы, гоним поток через такого вида. А вы знаете, в чем фишка СМС-маркетинга? Почему СМС-маркетинг круче всех остальных других рекламных каналов? Потому что все СМС-ки открывают. Да? Да, открываемость СМС-канала 99,90%. Все его открывают. Более сложной системы не видно, но просто знаете, что такие системы есть. Нет, 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 нет. Давай-ка это, давай-ка назад. Давай хотя бы вкратце расскажи, что здесь. Взял, взял просто примеры воронки продаж из интернета. Просто набрал воронку продаж в гугле, и у меня вышла первая картинка. Здесь, на самом деле, ничего сложного. То есть, в зависимости от поведения клиента, ему предлагается что-то. То есть, вам не видно, но там предлагаются мобильные аксессуары. То есть, если человек не купил мобильные аксессуары, ему еще что-то предлагается. В зависимости от поведения. Вот они выделили несколько сегментированных групп. И нарисовали такой майндмэп, что им можно предложить. В зависимости от их поведения, от факторов того, как они ведут себя на сайте. Вы знаете, что такое триггерная рассылка? Кто-нибудь слышал про триггерную рассылку? Что такое триггерная рассылка? Это когда вы делаете рассылку, но при этом вы знаете, куда человек кликнул. Его поведение внутри письма. Это как веб-визор в Яндексе. Круто? Ну, это тоже работает. То есть, если вы знаете, что человек не кликнул по вашей ссылке, и таких людей было 99%, видимо, их что-то смущает. И нужно поменять. А если вы не анализируете вот эти триггеры вашей рассылки, вы так и будете слать и получать 1% конверсии. Значит, пошаговый план создания воронки продаж. Записываем, кто записывает. Значит, первое, лид-магнит. Что это такое? Лид-магнит – это бесплатная какая-то штука. Это может быть чек-лист, это может быть книга, это может быть ваше видео, ваш, не знаю, там, видеокурс какой-нибудь. Все что угодно. Бесплатно. Важно, бесплатно. Например, если это сравнить с жизнью, вы идете по улице и вам предлагают бесплатно попробовать конфету. Чувак, попробуй новую конфету бесплатно. Ты пробуешь, она тебе нравится. Что ты делаешь дальше? Возможно, ты купишь сразу эти конфеты или через какой-то промежуток времени. Ну, как на рынке с арбузами. Да, попробуй. Попробуй, чувак. Следующее, товар-ловушка. Или как с наркотиками. Да, попробуй сначала бесплатно, а потом платить деньги, извини. Товар-ловушка. Недорогой продукт, который не раскрывает полностью проблему клиента, но дает возможность раскрыть ценности и показать ваши сильные стороны или стороны вашего бренда. То есть вы уже предлагаете что-то этому человеку, который у вас скачал что-то. Бесплатно что-то купить задешево. Следующее, это ключевой оффер. Это ваше основное предложение. Тот самый продукт, товар или услуга, вокруг которого крутится ваш бизнес. Если это, например, продажа аксессуаров, то это ваш самый крутой ходовой аксессуар, цепочка железная, например. Мультипликатор прибыли. Продукты или максимизация прибыли. То есть это апселлы, курселлы, даунселлы. То есть это до продажи, которые ведутся после того, как человек купил ваш продукт. Шаг второй. Определяем целевую аудиторию, как я сказал. Кому это все продавать? Кого гнать на ваши сайты, на ваши лендинги? Анализируем нишу. Первый важный момент – это платежеспособность аудитории. То есть если вы понимаете, что ваша аудитория не платежеспособна, приведу пример. Вы какая-нибудь там группа музыкальная, да, и вы решили там играть в стиле панк-рок. Панк-рок слушают там девочки там 13, 14, 15 лет. Вы думаете, они платежеспособны? Нет. Соответственно, ваша группа не будет просто зарабатывать деньги. Ну, просто простой пример. Или, например, там, ну, в общем, идею вы поняли. А второй важный критерий – насколько вам будет комфортно с ними работать. То есть если вы выбрали VIP, лакшери, супер аудиторию, но при этом вам некомфортно с ними работать, люди это почувствуют. Следующие важные моменты. Ну, можете сфотографировать. Время мало. Да. Сфоткали? Тоже сфоткайте. Это портрет вашего клиента. Да. И здесь тоже. Это вы должны обязательно заполнять. То есть когда вы выводите новый продукт, вы все это должны понимать и знать. Действительно понимать и знать. Потому что когда мы ввели мастер-классы, мы этого не делали. И мы очень сильно простоволосились и потратили кучу денег. Просто слили рекламный бюджет. А потом, когда мы поняли, кому мы действительно продаем наш продукт, мы попадали точно в цель. Вы знаете, главное правило партизанского маркетинга – это как снайпер бить в цель. То есть фишка партизанского маркетинга в том, что с минимальным бюджетом достичь максимальных результатов. То есть с минимальным бюджетом конкурировать с компаниями, с большими бюджетами. То есть вы человек, бизнес с ограниченным бюджетом. Только понимая точно, кто ваша целевая аудитория, вы можете бить в цель. То есть тратить не 100 рублей на одного клиента, а 100 рублей на 10 клиентов. Понимаете, о чем я говорю, да? Ну самое-самое простое, как это сделать, это как-то продать 10 раз, а потом посмотреть, кому вы продали. Ну реально, 10 раз продать очень просто, ну там относительно несложно. И самое главное то, что у вас есть 10 человек, вы знаете, кто это, вы садитесь с ними где-то, да, там про фокус-группу мы общались, и начинаете спрашивать, ну и смотреть, там мальчик, девочка, сколько лет и так далее. И потом понимаете то, что реально 80% из покупателей можно как-то отсегментировать в одну аудиторию. Например, это мужики от 23 до 27 лет. Все, конкретно на эту аудиторию настраиваете там таргет и так далее, и так далее, и так далее. Ну ВКонтакте, например. Вот, самый простой банальный пример. Шаг третий, сформировать точки входа. Говорил об этом, то есть товар-ловушка, лид-магнит. Следующее, создание посадочной страницы. Понятно. Лендинг это ваш аккумулятор бабла. То есть насколько вы круто сделаете лендинг, зависит от того, сколько денег вы получите. Это не простые слова, на самом деле. Наоборот, на сколько мы круто сделаем лендинг, столько денег мы получим. А я что сказал? Давайте дальше. Не важно. Все тебя поняли. А фишка в том, что, например, вы знаете, что один про круто в лендинге убивает конверсию на 50%. Вы знали об этом? То есть вы сделали очень длинный лендинг. Вы думаете, я крутой, я все расписал, все свои УТП, отработал все возражения, а люди просто не дали слить до конца. И вот Аяс, например, обтирал мои лендинги, сказал, чувак, у тебя очень хреновые лендинги. Я сказал, Аяс, какая у тебя конверсия сайта? А он сказал, 3%. А я сказал, а у меня 30%. Фишка в том, чтобы это работало. Не какой вы крутой лендинг сделаете, вау, охренительный, а чтобы он работал. Потому что мои лендинги, они работали на мероприятии, на мои кейсы. Соответственно, вам нужно тестировать. Вы должны понимать, что, например, один пролист, то есть просто шапка, она продает лучше, чем 3 пролиста. И человеку вообще хрен класть на ваши кейсы, на вашу отработку возражений. А ты знаешь что-нибудь про эти поп-ап окна? Стоит их юзать? Они сейчас раздражают. Даже Callback Hunter, которые все нам на него молились, он всех раздражает сейчас. Ну, раздражает же. Эти онлайн-консультанты всех раздражают. Сейчас люди, что хотят, быстро получить то, что им обещали, а потом уже сами принять решение, нужно ли это им. Соответственно, например, если вы рекламируете ваши мужские аксессуары, дайте ему это человеку, не мучайте его, дайте ему это на одностраничнике. И если он захочет, он купит. Нет, по воронке продаж дальше его добиваете. Важный вопрос. Да. Насколько важно вообще на какой платформе делать лендинг? Важно. Важно ли на какой платформе делать лендинг? Важно. Я делаю все лендинги на LP-генератор, потому что мне это удобно. Я могу быстро за 20 минут сделать лендинг. За 20 минут. Серьезно. Есть даже видео в интернете, как чувак на LP-генераторе в течение времени горящей спички, ну, спичка камин такая, знаете, длинная, он делает лендинг. Действительно, есть такое видео, можете найти. А что скажете по поводу того, что скопировать лендинг? Да копирую. Есть такая книга крутая, краде как художник. Вообще, делайте хочешь. Делайте хочешь. Копируй и улучшай, самое главное. Аналитикой цели, не забывайте об этом. Вы должны знать, откуда у вас трафик идет. Все умеют настраивать Яндекс. Метрику. Окей, научим. В общем, вы всегда должны понимать, что, например, вложив в ВКонтакте 10 тысяч рублей, вы получаете столько трафика и столько денег. Фейсбук и так далее пошли по каналам. Важные показатели. Знаете про эти показатели? Ну, должны же знать. Ну, в принципе, стандартные показатели. Это все или еще что-то? Верните, пожалуйста, на показатели. Это все основные вещи, которые нужно следить, за которыми нужно следить? Или еще что-то есть? Основные вещи, да. Окей. Дай людям сфоткать. Дай людям из регионов сфоткать. Ребята из региона фоткайте. Делайте скриншот с этого, с видео. Докладывайте ВКонтакте. Все? Подожди. Стоимость клика, стоимость следа, цена за заказ, эффективность акции и рекламы, доход с клиента за все время. И самое главное, да, чтобы доход с клиента за все время превышал цену за клиента. Это все понимают? Ну, точно все понимают? Ну, вот смотрите, давайте приведем пример. На, значит, танго, над которым мы будем работать. Наверное. Поскольку у вас опыта в бизнесе вообще нет, а вы с какой целью сюда пришли? Мужика найти. Мужика найти? Я шутил. С целью с какой пришли сюда? С лучшего знания. А зачем знания? Ну, для будущего. Ну, ладно, но хотите больше денег заработать? И это тоже. Окей, ну, как мне кажется, нельзя, а вы где-то работаете сейчас. Ну, я думаю, что и самый-самый простой способ зарабатывать много денег, реально много, чтобы там быть, что называется, финансово независимым, это все-таки свой бизнес. Ну, а если вы девушка, то можно найти богатого мужа еще. Да. И, наверное, второй вариант лучше. Ну, ладно. Тем не менее, бизнес это еще и прикольно иногда, но сложно. Что мы делаем? Поскольку у вас опыта в бизнесе нет, мы фигачим какой-то, да, там, одностраничник или еще что-то, гоним туда трафик, и мы выясняем, что один, ну, причем собираем трафик на именно подписную, то есть просим человека оставить свой e-mail, в обмен на это мы дадим вам 10 бесплатных советов о том, как быстро начать танго, танцевать. Вот. Таким образом вкладываем сюда 10 тысяч рублей. Найдете 10 тысяч рублей? Окей. Формируем там условно 100 подписчиков за 10 тысяч рублей. Если там сильно постараться, это, в принципе, в целом возможно. Вот. Если медленно и аккуратно это сделать. Вот. И этим 100 людям запускаем по ним цепочку из 12 писем, ну, в котором первый человек получает 10 советов по танго реально. Потом в конце первого письма, это письмо номер один, мы в конце говорим, типа, у нас еще есть урок какой-то там, или там у нас есть туфли для танго. Купите. Вот. Туфли или урок. Часть из них там из 100 человек, там, не знаю, два купили. За полторы тысячи рублей что-то купили они. Идем дальше. Вторая, третья, четвертая, пятая и так далее. 12 писем. В итоге, что мы имеем? Например, у нас купила, мы потратили на рекламу 10 тысяч рублей, да, но здесь у нас купила всего лишь на 8 тысяч рублей. Ну, то есть мы минус 2 тысячи имеем. Это хорошо или плохо? Ну, как бы хрен знает. Почему? Потому что эти цепочки из 12 писем ушла за 12 дней. Что будет дальше с этой базой? Ну, можно же им еще что-то писать, еще что-то слать и так далее. Мы смотрим, следим в следующие два месяца, что происходит с этими клиентами. И оказывается, они что-то у нас покупают еще. Например, среди них оказалась там женщина, которая, которой очень богатый муж, ей нечем заняться, ей безумно понравилось. Она говорит, а теперь я хочу на танго в Бразилию. Можешь тур организовать? Ты говоришь, в Аргентину, прости. Ты говоришь, да, конечно. Ну, это стоит 300 тысяч рублей, но там все включено. Вот. И здесь ты закладываешь сюда свою маржу, 100, ну, сотку. Вот. Окей. Уже, да. Все, у нас все получится. Ну, вот. Здесь закладываете свою маржу, сотку. Да, ну, потому что с этой категории клиентов там фактор значимости такой, как цена, он где-то там на восьмом месте. Ну, на восьмом месте, правда. Вот. И все, и через два месяца вроде бы казалось, вы ни хрена не заработали, но методично работая с этой небольшой подписной базой из 100 человек, вы потом берете и продаете что-то за 350 тысяч, зарабатывая на этом 100 тысяч. Вот. Таким образом, верни, пожалуйста, на тот слайд. Таким образом, всегда вам нужно ввести клиентскую базу, знать стоимость одного клиента и знать, сколько денег принес каждый клиент за все время. Это понятно? Окей. Ну, и в этом суть, в принципе, всего бизнеса. Ну, то есть он будет работать, если вот так. У нас время есть еще? Давай скорее дальше. Ребята, сейчас я подхожу уже к тому, как привлекать клиентов, как знать трафик. Очень важный момент, но очень быстро. Не обижайтесь. У вас будет презентация, можете внимательно, детально там все посмотреть. Вот на этом слайде посмотрите еще, какие показатели маркетинга есть. Здесь я провожу очень важные моменты. Первый – это АБ-тестинг лендинга, о чем я говорил. АБ-тестинг – это вы должны тестировать заголовки, тестировать картинки, шапку, УТП, все, что вы вешаете на лендинге, вы должны все это тестировать и понимать, что конвертит лучше. Следующий – контент-маркетинг. Очень важный. Это тренд этого года и последующих еще пяти лет. Контент-маркетинг – это когда вы не продаете, купи сейчас, а что-то даете полезное человеку. Какую-то статью, например, про то, что носить мужские аксессуары – это, не знаю, там, увеличение, там, либидо мужчины, там, не знаю, там, все женщины ему, там, потом, как флакси, короче. Следующий – партизанский маркетинг. Это стараться экономить бюджет и бить цель всегда. Посев вирусному видео. И вообще вирусный контент, вирусный маркетинг. Он сейчас очень круто работает. Почему? Потому что сейчас тенденция такая, что сейчас продают видео. То есть люди доверяют сейчас видео. Люди, не доверяя сейчас тексту вот такому, люди доверяют короткому видео, где вы, как владелец компании, просто им рассказываете. Ну, как, например, в сетевом маркетинге, там сидит чувак такой с кучей бабла, говорит, ребят, я тут заработал, хотите так же? Это работает. А не вот такие вот большие тексты, типа, там, купи, там, вот это потому что, потому что, там, посмотри, там, статьи и тому подобное. Значит, вовлеченность и обратная воронка. Конкурсы на репосты. Очень работает. Правильно настроена интергетированная реклама. Ремаркетинг, вирусность и сарафанное радио. Вот, привяжу пример. Значит, ребята продвигали свой паблик. Они не вложили ни хрена в паблик. Я думаю, что машину они никому и не подарили. Воу-воу-воу, подарили-подарили. Давай, весь мир честен. Исходим из этой парадигмы. Все люди честные. Ребята, ну, давайте так. Один подписчик в паблик стоит примерно 30 рублей. Ну, если вы там не охренительно крутой контент, примерно это в среднем 30 рублей. А они получили с этой акции, с этих репостов, примерно, по-моему, чуть ли не 50 тысяч человек. 50 тысяч умножить на 30. Это сколько? Полтора миллиона где-то. Но они купили тачку. Они укупили эту тачку. Может быть, даже и заработают больше. Потому что… Думаю, все видели же эту акцию. Ну, типа, получи BMW, сделай репост. Я видел. Я сделал репост. Я хочу BMW. Я не помню. Там какой-то паблик. Давай дальше. Следующее. Ретаргетинг. Сказал, что это такое? Ремаркетинг. Объяснил. Сегментация аудитории. Сегментировать аудиторию можно с помощью серебря. У меня есть промокод. Можете потом написать мне в личку, я ему дам, будет скидка. Одна воля, одно решение. Очень важно. То есть, приложу пример с мероприятий, которые я продвигал. То есть, концерты. То есть, там, типа, чувак, call to action. Музыкант, выйди из тени. Там, не знаю, музыкант, возьми. То есть, вы мотивируете человека что-то сделать. Не просто, чтобы он посмотрел ваше рекламное объявление, чтобы он что-то сделал, он кликнул. Следующее, важно замерять эффективность рекламы. Это high conversion. То есть, я им пользуюсь. Там, багов много, но при этом это реально прикольная, автоматизированная система рекламы, таргетированной. Вы все время должны понимать, сколько вы вложили, какой у вас CTR и все вот эти показатели. Работа с аудиторией тоже очень важна. Вы набрали базу, что с ней делать дальше? Она не просто так сидит и тухнет, потому что база убивается за две недели. То есть, если вы с базой ничего не делаете, ничего не предлагаете, ничего не пишете, все. Человек подписался, но по факту вы ему ничего не продадите уже, потому что он о вас уже забыл. Соответственно, вы должны подогревать интерес, обустраивать лояльность вашего бренда. Вы должны создавать фанатов вашего бренда. Почитайте книгу… Извини, у тебя говорят плохо слышно, там ребята пишут. Можешь что-то поправить в микрофон? Все нормально? Окей. Раз-два. Почитайте книгу Наоми Кляйн «Ай-Лого». Запишите «Наоми Кляйн «Ай-Лого». Это про бренда и про создание фанатов вашего бренда. Есть еще важный момент. Мы тоже на лайке, на последнем потоке вкратце приводили пример. Все гонятся за количеством трафика. Это самый простой способ продавать больше. Вот Макс привел пример. У нас лендинг с конверсией 3%, у него лендинг с конверсией 30%. Почему? Потому что мы как раз большая компания с бюджетами. Это было в марте, по-моему, мы вклили кучу денег вообще на наши страницы. И там 50 тысяч заходов было. У тебя сколько заходов было по людям? Ну, где-то 80 тысяч. Ну, тоже где-то так. За хрена? Не, вообще, в принципе, за всю компанию. Ну вот. И, соответственно, поэтому у нас низкая конверсия, потому что мы такой охватом берем. Но если у вас мало денег, это достаточно хорошо, потому что вы можете работать с аудиторией качественно. Например, у вас есть паблик ВКонтакте с этими, с теми же аксессуарами. Можно что делать? Можно туда нагнать 10 тысяч человек и просто делать посты. Ну, то есть просто постите, как бы кто-то случайно зайдет, увидит в новостях и купит что-то. Либо у вас может быть 100 аккуратненьких людей, конкретно именно ваша целевая аудитория, которую, более того, вы привлекли достаточно дешево. И с этим, с каждым из этих 100 людей вы общаетесь не просто посредством постинга, а как? Пишите им в личку. Ну, пишите им в личку. Вот, например, так это было реализовано в барбершопе. Есть группа ВКонтакте, Likebro. Ну и, соответственно, каждый новый пользователь этой группы, когда он вступает в группу, вы можете посмотреть во ВКонтакте, открыть статистику и посмотреть, отсматривать людей по порядку их вступления. Ну, то есть вы можете видеть тех людей, которые вступили там сегодня. Вот, человек вступил в вашу группу сегодня, вы пишете ему, привет, чувак, нахрена вступил? Ну, там, по скрипту он говорит, ну, как бы у вас тут розыгрыш, разыгрывается GoPro, ну, я просто, это реальный случай. У вас разыгрывается GoPro, прикольно, вообще-то мы мужская парикмахерская, там, хочешь у нас постричься? Ну, интересно, хочу и так далее. Ну, ты по скрипту человека ведем и закрываем там за 30 сообщений. Он говорит, окей, запишите меня через 2 недели, пойду постригусь. Вот, но до этого очень важно понять этого человека и целевую аудиторию. То есть ему задается ряд наводящих вопросов. Типа, чувак, а ты вообще у кого сейчас стрижешься? Кто, девушка или мужик тебя стрижет? Как часто ты стрижешься? А как любишь стричься? А какая цена тебя устраивает? И так далее. То есть ряд вопросов, после этого идет цепочка сообщений, и в конце он закрывается. Ну вот, и в данном контексте, гораздо более правильно работать со 100 людьми, но точечно, и причем бесплатно, чем нагонять трафик из 10 тысяч человек. Непонятно, что с ними будет делать. В этом не умеет с ними работать, всех потеряв. Да. Кто хочет лайфхак, как мы продвинули мероприятие на 8 тысяч человек за 2 недели? Никто. Мы использовали скрипт, который наши программисты написали просто там за 5 тысяч рублей, с помощью которого, значит, мы отсегментировали аудиторию, и человек писал в личку. Это, короче, был скрипт. Был скрипт диалога. То есть чувак пишет, ты кто? Потому что мы лайкнули его аватарку, причем лайкала девушка парня, а парень девушку. Пишет, ты кто? Ему отвечают, привет, я там тот-то. И дальше по скрипту ему предлагается посетить концерт. Круто же? Короче, берется, это вот то, что я не очень люблю, но это работает. Это реально работает. Короче, берется, создается страница ВКонтакте. Вот там очень этот, очень красивая, блин, господи. Ладно, вот так вот. Очень-очень-очень сильно красивая девушка. Но реальная, реальная, реальная. Ну вот, и у нее там страница, у нее там описание какое-то. Более того, самый-самый важный вообще момент. Статус, учу парника. Нет, это слишком грубо, это пошло, это некрасиво. Самое крутое, когда на странице у этой девушки написано там братья и сестры. И реально какие-то ссылки на каких-то еще людей, которых вы сами же зарегистрировали. Понимаете? Ну то есть это такой критерий, по которому можно определить, фейк это или не фейк. И вот, и с помощью того скрипта, который написали Максиму, эта девочка по именно вашей целевой аудитории начинает лайкать там тысячу человек. Лайкать, это не спам, лайкать. Вот, ну просто начинает лайкать тысячу человек их фотография. Что вы делаете, вот вы, мужики, когда красивая симпатичная девушка лайкает ваши фотки? Что вы делаете? Вы лайкать его в ответ. Чтобы лайкать его в ответ, нужно перейти на страницу этой девочки, правильно? На странице девочки может быть пост уже продающий. Не перебивай. Извини. А на странице девочки написано, ребята, я иду на концерт там, не знаю, какого-то рэпера. Вот, MC, MC Аяс. Вот, классный рэпер. Пойдемте вместе. И причем там, это причем еще и репост какой-то группы. Прикольно? И коммент. Ищу мужика, чтобы пойти на концерт. Да. И в итоге... Восемь тысяч мужиков на концерте одна и одна вымышленная девушка. Следующий очень важный момент, это вы делаете медиаплан работать с контентом. То есть медиаплан работать с публикациями, с вашей аудиторией. Если говорить, если речь идет о ВКонтакте, то вы разделяете весь ваш контент на категории. Значит, официальные новости, полезные советы, интересные факты и тому подобное. Сфоткайте, тоже важная тема. Делайте табличку в Excel, она у меня есть, кому нужно, в личке скину, готовую прям. Важный момент, разделяйте по цветам, чтобы потом не запутались. Идем дальше. Брендирование площадок, тоже очень важная штука. Если ваши площадки как какашка будут, люди не будут туда заходить. Даже если девочка будет красивой, они придут на встречу концертную, и она вообще никак не ведется, вообще некрасивая, люди просто не будут покупать. Десять основных способов привлечения клиентов на ваш сайт, то есть и в воронку продаж. Очень важно. Первый, самый действенный, самый понятный и прозрачный способ – это таргетированная реклама ВКонтакте. Не контекстная реклама. Контекстная реклама дорогая, там куча конкуренции, и вы не всегда понимаете выхлопцы в нее. Таргетированная реклама, вы здесь все понимаете, вы понимаете, на кого вы рекламируете, вы сразу понимаете, сколько у вас стоит один клиент, и это сразу дает вам результат. Следующее. Да, кстати, очень прикольный лайфхак. Когда продвигали, опять же, Егора Крида, CTR вот этого объявления в пять раз больше, только из-за того, что тут call to action другой. Я придумал, ну почему бы не написать «хочешь селфи с Егором Кридом?» И все, и девочки, блин, «хочу, хочу, хочу, хочу». А здесь скидка на билет, девочка такая, ну блин, что-то как-то… Все равно парень платит. Все равно парень платит, да. Но при этом девочка хочет селфи, парень тоже хочет селфи. Значит, для парней это селфи. Ну, как бы тоже работает, то есть, тестируйте, то есть, АБ-тестинг. Следующий инвайтинг ВК. Кто-нибудь знаешь, что такое инвайтинг? Инвайтинг очень круто работал там три года назад, но он сейчас тоже работает. Это когда вы договариваетесь с каким-то пабликом, причем релевантным, при этом проанализировав аудиторию, которая сидит в вашем паблике, вы понимаете, что ваша аудитория сидит помимо вашего паблика еще, например, там в MDK, там в борще, еще где-нибудь там лучше паблики маленькие, до 100 тысяч человек. И вы договариваетесь с администраторами этого паблика, чтобы они стали организаторами. Давай я объясню на нашем примере, как мы это делаем. Вот здесь, короче, самое главное – понимать свою, черт возьми, целевую аудиторию. Вот прямо вообще самое главное. И у вас будет много денег, если вы поймете, кто ваш клиент. В нашем случае есть мой паблик, который называется там «Цель миллиард». В нем есть 160 с хреном тысяч подписчиков. У нас есть компания «Лайк экспедиции», к примеру, которая вот куда, собственно, Максим ездил в Вьетнам. Что мы делаем? Мы создаем встречу в ВКонтакте, которая написана там, ну, прям встречу создаем. Типа поехали с нами в «Лайк экспедицию» в Вьетнам, условно, в экспедицию. Вот. Создается встреча. Следующий, третий этап. В организаторах этой встречи выступает мой паблик, который цель – один миллиард за год. И дальше по всему этому паблику в неограниченном количестве идет рассылка приглашений вступить и принять участие в этой встрече. Вот. Если вы будете это делать автоматически, приглашать всех своих друзей отдельно, ну, будет грустно. Но в данном контексте, если вы понимаете свою целевую аудиторию, например, это пацаны столько-то, столько-то лет, вы знаете информацию, в каком из пабликов, там, крупных, более-менее, эта аудитория сидит, вы платите администратору этого паблика, он становится организатором этой встречи и делает рассылку во всей этой базе. Понятно в целом механика? Вот. Достаточно относительно недорогой способ по всей своей аудитории разослать информацию. Не всем пришлется, потому что у людей может быть настроено... Да, закрыто. Но при этом процентов примерно 20 получит точно. Следующее. Ну, вот я приложу скриншоты. Значит, следующее размещение постов в пабликах. Очень важно, кто занимается постингом. Вот именно постинг и передает. Почему? Потому что людей уже достала реклама в лоб. Она действительно достала. А когда люди получают что-то сразу полезное в посте, например, Аяс пишет про то, как он, например, там заработал 300 тысяч рублей, а в конце он предлагает, ребят, хотите так же? Ну, я тоже так хочу. Если я прочитал весь пост, я потратил время, я уже горячий клиент, я хочу. И увидел пользу, самое главное. Да, и увидел пользу. Я перейду. А не какая-то тупая реклама, хочешь заработать 300 тысяч рублей. Вот. Вы знаете, где это находится? Это находится в вашем рекламном кабинете. То есть вы можете не напрямую договариваться с пабликом, а зайти в свой рекламный кабинет, выбрать рекламу в сообществах, создать пост и выбрать самому по тематике, отобрать те площадки, где вы хотите разместить вашу рекламу. При этом вы получите всю статистику по переходам, по кликам. Круто? Вы знали об этом? Это очень действенный способ, потому что можно потратить 5000 рублей, выбрать действительно целевые паблики, и один пост вам может дать очень много. Если вы действительно подойдете серьезно к созданию этого поста, то есть не фигню какую-то напишите, а действительно что-то полезное, при этом очень важно, чтобы этот пост интегрировался в паблик, чтобы он не был как реклама, потому что людей бесит реклама. Но если люди увидят в своей новостной ленте, например, они подписаны на какой-то бизнес паблик, и они привыкли к какому-то определенному формату постов в этом паблике. Если вы сделаете такой же формат поста в этом паблике, потому что это не репост, через эту штуку паблик размещает ваш текст в своем паблике, так же, как и другие свои посты, они даже не заметят, что это реклама и перейдут. Следующее. Таргет рекламы Facebook в одноклассники. Понятно. Причем очень важный момент, что в однокласснике не сидят бабушки, дедушки. Там сидит, все регионы там сидят. То есть если вы продаете аксессуары мужские, то, например, в Facebook в ваша реклама может не зайти. Там сидят типа гики такие серьезные, с большими бабками, как все, в принципе, думают. Но в одноклассниках это зайдет. Потому что в одноклассниках сидят все регионы. Причем распределение по возрасту одно и то же. Примерно такое же, как и из ВКонтакте. Ну, чуть-чуть там отличается. А реклама в Инстаграм. Очень важно, очень важно. Прямо если сегодня у вас нет, вашего бизнеса нет в Инстаграме, сегодня же делайте свой бизнес, находите чувака любого, который вам сделал продвижение в Инстаграме и заказывайте себе продвижение аккаунта в Инстаграме по вашей целевой аудитории. Это стоит примерно до 10 тысяч рублей. Если дороже, вас хотят, грубо говоря, там, ну, нагнуть. Можете ко мне обратиться, у меня есть такие специалисты. Это не реклама, это действительно вам помощь. Потому что вашему бизнесу это поможет. Это пассивный поток клиентов для вашего бизнеса. Вы ничего не делаете, аккаунт крутится. Он может крутиться год, два, три, хрен знает сколько. При этом важно не заходить за лимитами Инстаграма и клиенты к вам идут. Они идут к вам, потому что они узнают о вас бесплатно. Реклама в YouTube. Кто-нибудь знает про рекламу в YouTube? Кто-нибудь видел вообще рекламу в YouTube? Как вы к ней относитесь? Видео, баннеры, да, вот это все. Раздражает? А вы знаете, что там вообще нет никакой конкуренции? Никто там вообще не рекламится? Рекламится, в общем, нет. Если в общем все познается в сравнении. Я смотрю видео. Мало. Мало. Мало кто это использует. Вот мы сейчас с компанией Light Media начинаем активно работать над видеоблогом с целью там 1 миллион подписчиков собрать. Почему? Потому что это недооцененный в данную секунду, в данное время неоцененный источник трафика. Вот у нас один из наших партнеров франчези из Питера, тоже наш студент с первого потока, по-моему. У него есть Light Pizza Cut в Питере, открытая пиццерия. Вот он решил за счет доставки прокачать, увеличить выручку пиццерии. Что он сделал? Он заказал, вы даже вот скорее всего видели, кто-то из вас, этот видеоролик у одного блогера, который, короче, есть парень, который делает видеообзор на еду. Ну он заказывает какой-нибудь бургер и говорит, ну бургер отстой там, или классный, или там средний. Вот. И ему заплатили денег, что-то, по-моему, 40 что ли тысяч рублей, точно не помню уже. Заплатили денег, сказали, закажи Light Pizza Cut на дом в Питере и сделай обзор. Вот. Заплатили, он сделал обзор, на следующий день пиццерия встала. Почему? Потому что, ну, узкое, как это называется, горлышко. Короче, не успевали справляться с таким огромным количеством заказов. Ну то есть реально выручка резко, резко увеличилась именно на доставке. Вот мы скоро этот кейс, я опубликую в блоге ВКонтакте, он будет более подробно написан. Ну то есть все, что нужно было сделать, это купить гребаную чертову рекламу у блогера. Нахрен таргет, нахрен паблики ВКонтакте. Нужно было просто заплатить чуваку, который делает видеообзоры на еду. Вот. Безумно прикольный кейс. Именно поэтому мы говорим всегда там 10-20% маркетингового бюджета, оставляйте на тест новых рекламных каналов. Вы знаете, такое агентство... Точень крутой кейс. Это же охренеть как круто. То есть человек... Что происходит? Например, я хочу купить ноутбук. Я буду смотреть видеообзоры по этим ноутбукам в YouTube. Потому что YouTube – это второй Google. Он входит в KMS Google, и это как вторая поисковая система громадная. Люди там ищут ответы на свои вопросы. И если человек смотрел определенные релевантные видео, вы выделяете эти видео по тематикам и начинаете рекламиться по как раз вот этим видео. Человек смотрит видео, и ему всплывает реклама, релевантная ему. И он подумает, а почему бы нет? Возьмет и перейдет. Это горячий клиент. У тебя же купонных сайтов нет ведь, да? Здесь. Я расскажу как кейс тоже. Ну да. Ну просто купонники раньше там они были популярны. Сейчас у многих сложилось впечатление, что они умерли. И тот же самый кейс, но уже с Ижевской лайк пицца. Как кто-то читал этот пост у меня? Читали. Ну вот. С тем, как получили 170 что ли клиентов. Бесплатно. Просто разместив информацию на Big Leone, по-моему, это было. Вот. Ну то есть купонные сервисы и все остальное точно так же работают, продолжают работать, и они приводят к вам совершенно новую аудиторию. Ваша задача потом сделать так, чтобы они купили у вас еще раз пиццу. Ну то есть закрыть их. Как их можно закрыть на повторную покупку? Дать скидку, к примеру. Дать, к примеру, скидку. Очень крутой лайфхак. Всегда заходите на площадку, где мало рекламируются. Например, когда год назад я зарегистрировался, был одиноким парнем, короче, в фотостране, как так назывался, короче, там типа по поиску девушки. Мне начали спамить люди. Хочешь сыграть на ставках? Хочешь сыграть на ставках? И вы понимаете, насколько много они получили клиентов чисто с одного вот этого канала? Потому что там никто не рекламится. Они просто начали спамить по мужикам, ну, естественно, с баблом, как бы, ну, потому что они отсегментировали, там можно отсегментировать. И они до хрена клиентов получили, я точно уверен в этом. Следующее. Реклама в мессенджерах. В WhatsApp и Viber. Знаете фишку, почему это работает? Не потому что доставляемость там хорошая, там или какая-то, а потому что, когда вам приходит этот спам, ну, условно говоря, спам, картинка сохраняется у вас в мобильном. То есть, например, вам предложили там такси. Ты говоришь, да нахер мне такси, чувак. А потом думаешь, блин, где мне такси достать? И случайно в вашем фотостоке вы увидите эту фотку, типа там такси за 100 рублей, думаешь, о, мне кажется, 100 рублей, все, я воспользуюсь. То есть это работает. Это действительно работает. Но при этом это должно работать в комплексе с остальными методами. Вы не должны надеяться только на один рекламный канал. Значит, следующий смс-рассылка говорил, контекстная реклама Google, Яндекс, понятно. А другие способы привлечения. Там кто-то говорил про CPA-сети, они здесь тоже есть, вот арбитраж трафика, партнерки. То есть если у вас есть работающий бизнес, вы можете разместить свой оффер на CPA-сети и дохрена специалистов, там горе специалистов, хороший специалист начнут лить вам трафик. При этом вы будете платить за результат. Значит, баннер на тизерной сети, реклама в мобильных приложениях, email-маркетинг, серия метода продвижения ВК. Про них не буду сегодня говорить. Это скрытая очень важная информация, но про нее я расскажу в нашем курсе. Не на камеру. Не на камеру, да. Сайты, тематические блоги, дневники, форумы, остальные соцсети и так далее. Итак, вспомним шаги по построению воронки. Вы хоть что-нибудь сегодня поняли? Если да, то, пожалуйста, поднимите руку. Спасибо. Мне очень приятно. На самом деле, это мой первый такой мастер-класс живой. Я до этого вел онлайн, поэтому мне очень важно, чтобы вы все это поняли. Всем пласяк. Мне очень важно, чтобы вы поняли. Значит, первый шаг – это определить продукт. Второй шаг – это определить вашу целевую аудиторию. Следующий шаг – это точки входа. То есть, лид-магниты, дешевые товары и так далее. Следующий шаг – это посадочная страница. То есть, после того, как вы взяли, например, данные вашего клиента, вы ведете его на посадочную страницу. Но не забываем про страницу благодарности. И последний шаг – это email-маркетинг. Как только после того, как вы собрали базу, вы начинаете с ней работать. Email-маркетинг работает. Значит, вы начинаете прописывать цепочку писем. Причем цепочки писем разные. Это очень важно. Сейчас куча сервисов, например, GetResponse. Как он работает? Например, там можно настроить цепочку писем, если человек кликнул в письме на ссылку. То есть, если человек кликнул в письме на ссылку, ему шлется одна цепочка писем. Если он не кликнул, ему шлется другая цепочка писем. Если человек просто подписался, ему шлется третья цепочка писем. Есть цепочка писем приветственная, есть цепочка писем подогревающая. Если все это настроить, вы будете сидеть, как Настя сейчас на стуле, а все это будет работать без вас, потому что трафик льется, человек автоматически получает эту цепочку писем в течение какого-то определенного промежутка времени, в течение месяца, например, и все это работает без вас. Вы не сидите, не строчите эти письма, вы сделали это уже месяц назад. Финальный этап – это корректировка и расширение вашей воронки продаж, соответственно. Вот, пять шагов, фоткаем. Или делаем скриншот. В результате вы имеете автоматизированный бизнес, любимое дело – пассивный доход. Давай на примере какого-нибудь продажи товара. Я решил жить… Где вы хотите жить? В Австралии. Там же ничего не происходит. Я видел картинку, короче, карта планеты. Там, короче, Евразия, США, Южная Америка, Африка и Австралия. И тут, короче, какие-то конфликты, конфликты, и Австралия сидит с попкорном и смотрит за тем, что происходит вот здесь. Да, скингл в месяц. Ну ладно. Ну, допустим, вы хотите жить в Австралии. Ну вот смотри, Макс, как тебя зовут? Как, Тимофей, это жить в Австралии-то? И зарабатывать… Сколько нужно зарабатывать? Три миллиона. Три миллиона. В месяц? Ну да. В месяц. Нормально. Давай. У тебя есть любимое дело, хобби? Что у тебя вообще есть? Там бизнес какой-нибудь? Ну да, я занимаюсь холодильным оборудованием для бизнеса. Холодильное оборудование для бизнеса. Хочется ему жить в Австралии, зарабатывать три миллиона рублей. А сейчас ты сколько зарабатываешь? Ну, тысяча 150. Тысяча 150. Ну, смотри, сколько у тебя подписная база клиентов твоих? Ты ее не копишь? Ты в холодную продаешь? Нет, трафик. В основном авиа, контекст. У тебя есть это? Ну, ты знаешь вот это вот вещи, о которой я сегодня говорил? И что? Ну, собственно, сегодня я отметил это как самое важное, что вспомнил. А цифры ты не знаешь? Нет. Ну, давай, вот три шага к тому, как жить в Австралии. Может и четыре. Ну, первое, поднять цифры вот по этому параметру. Дальше. Сколько источников трафика есть? Ну, на данный момент тут три основные. Три. И они все положительные. По каждому из них рое положительные. Что тебе мешает взять 150 тысяч? Сколько у тебя рекламный бюджет в месяц? Тысяч 50, наверное, да? Нет, меньше. Нет, на самом деле меньше, потому что в основном клиенты идут с Авито, а там очень дешево все. А ты максимум из Авито выжимаешь? Ну, я считаю, что почти максимум. То есть ты занимаешься холодильным оборудованием по всей России. Пойди еще. Нет, по Москве. По Москве. Зарабатываешь 150 тысяч рублей, и ты считаешь, что ты занял всю емкость рынка продажи холодильного оборудования на Авито? Сколько стоит один холодильник? Я иску еды, там 10 тысяч человек живет. Мне кажется, я там больше могу холодильного оборудования продавать, чем ты по Москве сейчас продаешь. Ну вот. Поэтому поднять цифры. Рое по каждому каналу. И что у нас было? Трафик. Да, самые простые вещи. Вот все же это знают. Трафик, второе, что чистота. Конверсия лендинга. Тоже влияет. И чек. Конверсия – это все рекламных объявлений на Авито и так далее. Ты делаешь АБТ-ст? Ну, да, конечно. Я даже в хостелах, помню, делал АБТ-ст объявления на Авито, когда их размещал. Короче. Каждый из этих параметров прописываешь. Сейчас ты зарабатываешь 150 тысяч. Отпустим все подробности об увеличении штата, там, найма людей, инженеров, там, не знаю, кто тебе нужен. А сколько продажников? Три. Три. Окей. Составляем дальше воронку продаж на каждом этапе. Здесь что-то повышаем, конверсия и так далее. По факту, что тебе нужно? Нужно всего в 20 раз больше денег зарабатывать, да? Ну вот, ну как раз тебе нужно в 3 раза больше трафика, заставить людей в 3 раза больше чего-то покупать и как-то увеличить в 3 раза больше чек. Правильно? 9. За счет до продаж, может быть. То есть услуг какие-то там дополнительные. Это что, 27? 3 на 3 на 3 на 3 на 9. А, нет. 27. 27, да. 27. Ну вот, я сейчас, конечно, это очень грубо говорю, это нужно реально поднять все цифры и реально сделать пару тестов, замеров и так далее. Вот. Возможно, тебе нужно просто трафик увеличить 20 раз. И все. А здесь вот сейчас с этим ничего не делать. Понимаешь? Еще не забываем про то, что я сегодня рассказывал про воронку продаж. То есть все те клиенты, которые у тебя один раз купили холодильник или не купили холодильник, они потом еще что-то покупают у тебя? А ремонт делаешь? Нет. Ну вот. Установка оборудования не делаешь? Ну, ремонт, установка, это все, 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 все. Это как раз влияет на чистоту и на повышение среднего чека. Ну, те прописные банальные истины, да, о которых должен знать, там высечь себе качество татуировки каждый предприниматель. Но которые почему-то об этом забывают. Ладно, ладно, не будем на этом останавливаться, зацикливаться. Давай дальше. А дальше все же у нас, да? Да, на самом деле презентация подошла к концу. Давай я подведу итог. Давай. А я вот пока оставлю. А? Оставлю слайд про 10 мест. В общем, я не люблю любые истории про заработок легких денег и так далее. Мы создали в лайк-бизнесе сильный проект двухмесячный, до конца которого доходят далеко не все. Почему? Потому что тяжело. Ну, реально тяжело. Вот вы же у нас, да, учились на лайк-бизнесе полноценном. На каком потоке? На первом. На первом еще. Тяжело было? Да, было. Ну вот. Почему? Потому что я за создание больших глобальных компаний. Я тот человек, который готов 3 года пахать, но чтобы компания потом стоила миллиард. Ну, то есть мне в текущей ситуации не очень интересно зарабатывать условно 200 тысяч рублей в месяц. И это наша ошибка. Потому что к нам приходят те люди, которые говорят, да нахрен мне миллиард. Дайте мне этот, айфон купить. Да дайте мне 100 тысяч зарабатывать на чем-то. А я понимаю то, что мы там про сложные продукты, мы про масштабирование, мы про какие-то сложные системы и так далее. Собрание фокус-групп, аналитика. У нас чек-лист по аудированию конкурентов по 300 параметрам только идет. Ну, то есть студенты сидят и аудируют хреново тучи конкурентов по 300 параметрам. Это нужно сделать за одну неделю. И мы подумали, ну, как бы, почему люди сливаются? Да потому что им это не нужно. Им хочется здесь сейчас купить новый айфон. Вот. И тут как раз мы познакомились с Максимом. Максим тоже у нас обучался. И мы решили разработать такой продукт по достаточно простому заработку денег. Будь то там продавая, там, с танго что-то связанное, там, путевки в Бразилию или еще что-то. В Аргентину, прости. Что же меня в Бразилию все тянет. Вот. Либо там увеличивая доходы в действующем бизнесе. То есть не занимаясь там улучшением продукта, а просто через простые методы. Через инвайтинг в контакте, через все то, чем мы и так пользуемся. Вот. И мы вчера, встречавшись с Максимом, там, готовлюсь до упаковывая презентацию, приняли решение сделать следующим образом. Взять 10 человек и устроить такое реалити-шоу, как с помощью простых инструментов увеличиться в разы. Во сколько раз? Ну, в два. Сделаем. Или на плюс 50 тысяч, плюс 100 тысяч. Сколько на танго Настя заработает? На любимом деле. За, там, две недели. Давай, когда мы найдем людей, мы покажем. Ну, ты, Настя, будешь участвовать? Тебе интересно это? Жить с мужиками в отдельном доме. Ладно, регионы тоже внимательно слушайте. Короче, тезис первый. Мы будем говорить о достаточно простых вещах и выступать в качестве кураторов, делая простые банальные вещи в вашем бизнесе. Ну, ключевая задача – не улучшить продукт, не работать там со всякими какими-то сложными вещами, а тупо заработать больше бабок, больше бабла, чтобы купить себе новую тачку или айфон. За неделю, здесь и сейчас. За две давай. За две недели. Вот. Это первый тезис. Второй тезис. Для меня это эксперимент. Я долго был против этого, но мы решили это не массово, скажем так, продавать, а в качестве эксперимента сделать, протестировать эту модель на десяти людях. Кому было бы это интересно в течение двух недель под нашим руководством, кураторством, что-то сделать? Окей. Что нужно сделать? Я хрен знает, сколько это должно стоить, поэтому давайте вместе с вами определим цену. Но это точно не должно быть бесплатно. А можно обратно? Как вы сами нашли, сделаем, заплати, короче. Нет, нужно до этого заплатить. Вопрос можно? Да. Является обязательным условием то, что у тебя сейчас есть… Нет. Смотрите, нам нужны разные люди. Нам нужно примерно 8 парней и 2 девушки, чтобы у нас была вся выборка. Второе. Нам нужно 100%, чтобы там из этих людей человек 7 имели уже продукт, человека 3 не имели бизнес, чтобы мы прям с нуля заработали на каком-то человеке денег. Вот прям сразу же. Третий тезис, кстати, почему это еще может быть интересно, потому что мы из этого сделаем реальти-шоу. Ну, о чем это говорит? Это говорит о том, что вы, в принципе, еще как человек станете еще известны в определенных кругах. Вот. И это, кстати, интересно, потому что сложно слиться, когда за тобой наблюдают другие люди. Да. Вот. Единственное, чего я не знаю, я не знаю, сколько это должно стоить. Сколько это должно стоить? Офер мы увеличим вашу прибыль там, не знаю, полтора-два раза. Или там на плюс 50, плюс 100 тысяч. Вот так. 10 тысяч сразу же, плюс 50% от того, сколько заработали. 10 тысяч сразу же, плюс 50% от того, сколько заработали сверху за это время. Интересно? Какие-то будут уже еще расходы? Расходы у вас будут на рекламу, на трафик, на все это. Да. Да. А что-то ребята в регионах пишут там в чате? Регионы, напишите, за сколько это нужно, за сколько вам было бы интересно в этом принять участие. Это эксперимент. Нет, ну ладно. Если есть идея, пишите. Давай обязательно условие поставим, что мы отобьем стоимость обязательно за 2 недели. Мы минимум отбиваем стоимость этого всего. То, что человек увеличивается в разы и зарабатывает на этом. Можно за неделю, но я 2 недели сказал. Лучше подстраховаться, естественно. Давайте 2 недели. За месяц все размажется. Месяц слишком долго. Надо очень быстро, как это штурмовики. Мы когда валили лес, откуда вот слово еще огонь? Был взрослый мужик, лесник. Он нам молодым говорил это. Пацаны, нужно быть как огонь, как огонь. Бегаешь тут, там, короче. Вот, это когда мы ленились. Ну ладно. Ну, короче, да, за 2 недели нужно прямо из себя все выжить и сделать результат. 10 тысяч плюс 50 процентов. Какие еще идеи? Кого устраивает? Кто готов? Сегодня. 30 тысяч даже? Раз, два, три. Доля в бизнесе. Смотря в какой бизнес, может, я там 5 миллионов зарабатываю. Понимаете, я, если вы не увеличили 50 процентов, там, 2,5 миллиона, то 50 процентов… Понимаю. Нифигасе. Вот так это. Давайте скремнировать у тех, у кого есть бизнес повыше, у тех, у кого нет бизнеса, там, конечно. Какая разница тебе увеличится? Давайте сделаем… Нет, ну я как бы… Я не конкретно про себя говорю, кому-то может быть… Да, если самое главное, если у вас сейчас ноль, то мы умножим ваши результаты в 10 раз. Ноль на 10, ноль. Даже в тысячу раз. Я готов на это подписаться. Ладно. Давайте предложили 10, там предложили 30. Процент с ваш… Что? 20-30 тысяч. Девяносто девять. Десять? Ну, целесообразно будет процент от прибыли, потому что мы должны сделать результат и получить результаты к стимуле. А стимуле такая, что чем нужно больше платить, тем нам больше будет замотивироваться. Ну да, да. Ну да, согласен. Процент от прибыли, как бы, это отличная тема. Окей, давайте сделаем так. Возьмем результат 15, 15 тысяч, да? 10 человек, 15 тысяч. И отжимаем бизнес в конце. Переписываем квартиру, все вообще. Живешь в том доме с чуваками. А, нет, понятно, я просто слышу, что в них был вариант. Короче, допустим, 15 тысяч, ну неважно, какой-то фиг, 10 или 20. Затем, если он эти деньги отбивает, он их как бы себя составляет, то есть ты возвращаешь эти деньги. Но если он их отбивает, то он за этот двухнедельный заработок полностью отдает по лайку, получается. Интересно. То есть он, соответственно, с тема… Если вы не окупаете эти 15 тысяч, то мы их вам возвращаем. Но если вы их окупаете и заработали что-то сверху, и конкретно за эти две недели мы забираем себе. Все, что вы заработаете в будущем, оставляете себе. Интересно? То есть вы ничего не теряете по факту, получается. Окей. На рекламный бюджет, если что, уйдет 15 тысяч только вернуто, на рекламу потратишь 100 тысяч, допустим. Минус рекламный бюджет. Минус рекламный бюджет. Минус рекламный бюджет. Минус все расходы. Ну, то есть, минус там, что ты продаешь-то? Шикарно. Ты что-то продаешь же? Я, да, только я не последовательские услуги оказываю, а я на свои деньги привожу. Ну вот, ну вот. Понятно, что за вычетным себестоимостью. Потому что человек, например, за 3 дня заработает 15 тысяч, и у него не будет мотивации заработать еще 100, потому что он знает, что он все отдаст. Да, не зажигает. Он делит по-любому. Процент от прибыли. Процент от прибыли. Точку входа, я думаю, лучше увеличить, потому что, ну, как бы, чтобы была возможность у людей, которые... Придумал, придумал. Короче, человек 15, 10% от прибыли, пусть не так много будет. Не жалко 10% отдать? Поможешь сделать? Надо половину дать. Просто понимаете, если вы здесь жадные сидите, да, вам люди предлагают, то, ну, не соглашайтесь. Короче, все. 30% нормально. Это базовые 20, ладно, это базовые условия, базовые. Мест всего 10. Да, начнется битва. Короче. Давай аукцион устроим. Конечно, 10 мест, кто готов сколько-то. Все, все, смотрите, делаем все. Очень прикольно. Друзья, 15 тысяч рублей, 20% от прибыли за этот период, за 2 недели. И таких мест 7. Еще 3 места. Половину. 3 места. Ну, за них кто больше предложит. Эти 7 мест получат первые люди, которые первые мне в личку ВКонтакте напишут, что да, мы готовы на этих условиях. Но поскольку вы здесь сидите в живом формате, там вам отдается, я думаю, приоритет. Ну, то есть те, кому это интересно, останьтесь после нашего мероприятия. Все, кто смотрит нас в регионах, если вы готовы, 15 тысяч, 20% от прибыли за эти 2 недели, если вы готовы, напишите как можно раньше. 7 мест. Все, кто написал позже, дальше, кто из вас больше денег предложит. Все. Условия такие, что если человек не получает результата, мы возвращаем 15 тысяч. Если вы не получили результата, мы возвращаем вам деньги. Лайковые. Ну да, получилось очень глупо отказаться от этого, да? А если формат конкретный? Или может быть, а смотри, а если там за 2 недели он не сделал, но там какая-то специфика такая, что он там сделал результат через месяц. Но он говорит, вообще, короче, я денег не заработал, но мне все понравилось. Ну, если ему все понравилось, себестоимость просто, ну, он оплатил и рад. Ну ладно. Окей. Ну ловись. Все, регионы, пишите мне в личку, но только этот, не просто так, а если вы реально все готовы уже в этом принимать участие, и мы с вами начнем, собственно, этот, начнем этот проект, да? Вот, правило, еще раз, 15 тысяч, 2 недели. Скажи людям, куда кидать деньги и куда писать еще раз. Напишите мне в личку ВКонтакте, меня зовут Аяс Шабудинов, я вас переведу на тех, кто есть, на менеджеров. И 20% от прибыли, которую вы зарабатываете за эти 2 недели. Семь первых людей получают участие за эту сумму. Три человека дополнительных тоже будут принимать в этом участие, но там уже кто больше заплатит. Примерно так, примерно так, да? Вот, что еще, что еще? Для тех, кто не попадет, я говорил, есть более сложный проект, которым мы занимаемся, это Like Business, он более комплексный обо всем бизнесе. Вот, 17 января у нас состоится интенсив, стоимость от 2900 рублей. Если у вас есть друг, которому вы хотите помочь, он может пойти с вами бесплатно, вот, принять участие в этом интенсиве. Стоимость от 2900, но там мы будем уже рассказывать про создание продуктов, про упаковку, про найм персонала, про собрание команды, как найти деньги на бизнес и многие-многие другие вещи. Ну, то есть уже более комплексно, не просто про маркетинг, не просто про увеличение выручки. Вот, поэтому то, о чем мы сегодня говорили, вот, и интенсив 17 января от 2900 рублей. Те, кто смотрит нас в регионах, у вас есть ниже, вы можете заполнить форму контактную и оставить свои данные, и наши менеджеры с вами свяжутся. Было сегодня полезно? Хорошо провели время? Все, вам спасибо. Спасибо регионам, что смотрели. Те, кто не попадет в эти 10 человек, вы получите презентацию, внедряете самостоятельно, самое главное делайте, зарабатывайте деньги, живите счастливо. Всем пока, ребята. Пока. Спасибо. Ладно, тут начались вопросы, может быть, из регионов, если кто-то остался, может быть, вам будет интересно услышать на них ответы. Что мы делаем? Мы говорим, что мы собрали 10 человек, отобрали. Вот они столько-то денег заплатили, вот у нас мастер-класс, вот Макс, вот эксперимент. Хрен знает, получится или нет. Вот эти люди. Такие-то у них ниши. Мы создаем паблик ВКонтакте, в котором написано «Reality Show», как ребята за две недели в реалити должны заработать бабла. Вступайте. И все. Ну то есть здесь этот пост выходит на моей личной странице, на странице моего блога, где там в день что-то суммарно 7-8 тысяч уникальных заходов, по-моему. Суммарно. И кто-то из них подписывается на реалити-шоу. Дальше. В армейских условиях с кнутом Максим будет вас анализировать, смотреть. Ну то есть первый это анализ, разумеется, да, что вообще нужно, чем человеку заниматься, за счет какого продукта можно заработать очень много денег. Вот. Ну второй этап – это подготовка. Третий этап, собственно, запуск. Запуск действий. Ну там, если нужно набрать команду каких-то подрядчиков и так далее, мы это, соответственно, все делаем. Ну все. В идеале закрыть все за неделю. Но мы берем время с запасом две недели, за которое вы, собственно, сильно увеличиваетесь в деньгах. Вот. При этом не важно, у вас там цикл сделки, у тебя, наверное, очень длинный. Но вот при этом не важно, какой у вас цикл сделки. Самое главное, чтобы наш мозг родил какое-то решение. И вы реально отбили вложенные деньги. Вот. И все. И помимо этого люди, подписчики, сколько там их наберется, они будут следить за тем, как вы делаете, создаете результаты. Все. Это видео будет сниматься? Самое идеальное, если мы реально снимем дом. Но пока я не обещаю этого. Но будет самое крутое, если реально будет снят дом на две недели. Вы забьете на все свои дела. И за две недели вот в этом конкретном месте, там, как прямо в армейских условиях, Макс будет, как этот капитан Джейн. Как он там? Такой формат подходит, по-моему, для онлайн-бизнеса. Если у меня оффлайн-бизнес, то мне как бы тяжело будет присутствовать там. А вы из Москвы? Помощник, агент Дири, не знаю, на ничью. Есть как бы помощники, то есть я могу ретранслировать все эти, как бы, там, команды. Есть скайп, вы можете созваниваться, как бы. Но суть же этого, жить... Онлайн-бизнес – это как бы легко, сразу, мы на месте, все, погрузить, видимо. В общем, я думаю, что можно всегда в оффлайн внедрить онлайн, элемент онлайн. Можно как бы время отдачи, не только что будет. Ладно, это уже наша головная боль, правильно? Да. Это наша головная боль. Те, кому интересно, остаются, посмотрим. И возьмем разных, действительно, разных бизнесов. Я посмотрю, что там регионы, что-то пишут, пишут вообще. А когда вообще старт планируется? Нам нужно сделать подготовительную работу небольшую. А вас вообще будет смущать, что вас будут снимать? Вообще, короче, это Макс. Что там? Очень много. Очень много. Давайте снимем какой-нибудь большой человек на 300. Человек на 300? Нет, нет. Мы что хотим из этого сделать вообще? То есть мы на вас в том числе тестируем продукт. Если вы сделаете результат, это будет круто. Поэтому потом наша цель следующая – сделать это, смасштабировать, сделать это не на 10 человек уже, а на 100, соответственно. Поэтому мы очень заинтересованы в том, чтобы у вас получилось. Ну, то есть мы когда с Максом вчера сидели, тоже говорим, цель-то на хрена мы это делаем. Да, у нас есть свои финансовые цели на этот момент. И мы понимаем то, что весь ключ успеха всего нашего плана годового заключается в одной простой вещи – доведение 10 человек до результата. Причем мы себе план поставили не 10, а 9. 9 из 10 должны добиться результата, чтобы прям совсем все ровно было. Неважно. Неважно. Хочется, чтобы было неважно. Вот. Как-то так. Как-то так. Но дом не обещаю, честно. Может увеличим, что стоимость будет дом? А? Чуть стоимость может увеличим, мы будем… А может реально потом те, кто останутся, да, те, кто заплатили 15 тысяч, реально просто скинутся, и на 2 недели что-нибудь арендуем. Ну, давай это не сейчас решим. Ну да, это уже потом будем встречаться, общаться. Окей. Все, давайте тогда те, кто там не будет принимать в этом участие, спасибо, что пришли. Я надеюсь, вам было полезно. Те, кто будет принимать в этом участие, оставайтесь. Что, все что-ли? Ты в туалет или уходишь? Я. Все, спасибо. 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 Тебе спасибо, что пришел. Максим, я еще не понял немножко. Вот ты говоришь, что сегментация аудитории. Да. И оффер на каждую аудиторию. Да. Здесь у нас продукт один. Какой у вас продукт? Ну, например, вязаная одежда, женская. Ну, смотри, вязаная одежда может быть для молодых девчонок, для мам, для, не знаю, там, для детей. Ну, это уже разные продукты. Ну, совсем простые. Окей, смотри, вязаная одежда, окей. А вязаная одежда кто носит? Девушки. А какая вилка возрастная? Ну, 20-35. А ты знаешь, что девушки... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...